Отлично. Ой, коллеги, у нас полный состав. Тогда мы быстро переходим к непосредственно заседанию. И я тогда предоставляю слово Вере Леонидовне Соколовой, которая представляет Московский государственный лингвистический университет, с выступлением на тему «Механизм коммуникативного программирования как концептуальное основание средств дискурсивной выразительности». Пожалуйста, Вера Леонидовна. Спасибо большое. Как мы видим, наш доклад посвящен использованию этого механизма, который мы сами как бы вывели, обнаружили и решили применить к средствам дискурсивной выразительности. Под средством дискурсивной выразительности мы понимаем прежде всего стилистические приемы, наши примеры будут прежде всего с метафорой, метоними, иронией, каламбуром, вот такими явлениями. Итак, вот что мы предполагаем рассмотреть в нашем докладе. Определение механизма дискурсивного программирования, его психические основания, и, естественно, его реализация применительно к средствам дискурсивной выразительности. Также мы его понимаем. Это дискурсивный процесс, при котором одни элементы дискурса предопределяют или программируют другие. Вопрос, например, программирует наличие ответа, или первые элементы устойчивых сочетаний программируют последующие. Мы можем, так сказать, предвидеть их. Ну, может быть, не все так просто. У него есть у этого процесса, как мы полагаем, есть основания как психические, так и концептуальные. То есть мы считаем, что он как-то обоснован. В чем же они? Психические основания этого процесса, как мы полагаем, это предвосхищающий характер восприятия человека. Об этом говорит, как мы видим на слайде, американский психолог Ульт Найцер. Но с этим в целом согласны и отечественные психологи. Например, Ирина Алексеевна Зимняя, другие психологи отечественной школы, в принципе, рассуждают аналогично. Я не говорю, что все они говорят, вот наше восприятие направляется предвосхищением именно этими словами, но предвосхищающий характер восприятия отмечался в их работах тоже. И концептуальными, точнее, такими фреймовыми основаниями явилась такая фреймовая структура элементов дискурса. Это теория фреймов Марвина Минского, впоследствии развитая другими исследователями. И мы в целом, говоря о коммуникативном программировании дискурса, исходим из этой теории. Вот наши основные положения, из которых мы исходим, что фрейм – это минимально необходимая совокупность признаков, позволяющие идентифицировать явление или объект, и что фрейм – это многоуровневая организованная иерархическая структура. Вот я это вывела на экран, и мы полагаем, что явление коммуникативного программирования основано на взаимной обусловленности фреймов, активируемых контекстом, и их элементов, терминалов. Вот сюда в целом основное положение. И, исходя из лежащего в его основании фреймового механизма, полагаем, что механизм коммуникативного программирования устанавливает, так сказать, определенные основания в программу дискурса. Прошу прощения, извините. Евгения Анатольевна, надо выключить вам звук. Кто у нас под именем Евгения Анатольевна? Мы не слышим докладчика или ассистента. Я прошу выключиться. Спасибо. Спасибо. Итак, мы выделяем расширенное, суженное, непрямое, частично ложное, намеренно ложное коммуникативное программирование. И главное, сносим цель нашего доклада стилистическими средствами или средствами дискурсивной выразительности, такими как метафора, аллюзия, метонимия, антономасия, мы это видим на экране, эфемизм, каламбур, ирония, бафос и так далее. Сейчас я подробно рассмотрю на примерах каждое из соответствий, чтобы было ясно, что я имею в виду. Итак, так сказать, расширенное коммуникативное программирование мы отождествляем со стилистическим приемом метафоры. Здесь мы видим примеры. Английский я перевела, чтобы было удобно на русский, может, это и не было необходимости. Здесь мы видим дополнительный фрейм, little factories, клетки организма, вырабатывающие антитела, как бы сравниваться с помощью метафорического образа с небольшими заводиками. Актуализуются два фрейма, cell клетка и little factory, большой заводик. У них общий терминал производства чего-то, производства продукции, антител, что-то они производят. Это у них общий терминал. Однако, когда мы говорим еще little factory, мы осуществляем и дополнительное коммуникативное программирование. То есть, может быть, даже читатель или слушатель будет ожидать что-то, связанное с заводиком, какой-то терминал, связанный с тем, кто на заводе работает, или здание завода, может быть, метафора расширится. То есть, данный фрейм расширяет ожидания аудитории, расширяет коммуникативное программирование дискурса в данном случае. В случае суженого коммуникативного программирования, тут на слайде написано, что это может быть расширенное, суженное. Но рассмотрим суженное, не так уж и много времени у нас. И это стилистический прием метонимии. Здесь мы видим, сначала реализуется фрейм, связанный с именем британского писателя Сомас Эта Мойма. И когда он реализуется, актуализуется значительная информация, возможно, информация о нем, потенциальные терминалы, которые могут быть заполнены. Это информация о его творчестве, биографии, его личности и так далее. То есть, мы видим Сомас Эта Мойма, много-много это может подразумевать. Однако ниже мы видим, что это man kitted out in a tropical cream-colored suit. Дальше мы видим метонимическое ограничение, что метонимический контекст сужает коммуникативное программирование здесь. И уже Сомас Эта Мойма прежде всего означает человек, умеющий надлежащим образом одеваться в жарком климате. И ожидаем мы прежде всего того, что будет рассказываться именно об одежде в жарком климате, не о чем-то другом, не о биографии писателя, не о его творчестве. Это был предмет сужения. Далее непрямое коммуникативное программирование. Здесь на примере эфемизма. Непрямой термин говорит сам за себя. То есть, фрейм актуализуется не непосредственным его упоминанием, а через терминал. И актуализуются соответствующие коммуникативные ожидания аудитории. То есть, в данном случае, фрейм pregnancy of Meghan Markle, wife of Prince Harry, беременность супруги принца, Гарри, Meghan Markle, актуализуется через его терминал. She is going to be a big brother. Терминал состоящий в том, что ребенок пары станет старшим братом. То есть, фрейминция, оно не напрямую, оно через терминал актуализуется. Но коммуникативное программирование в дальнейшем осуществляется полноценно, как через фрейм pregnancy. Далее. Да, все. Тут частично ложное коммуникативное программирование каламбур. И здесь, вот на этом примере, мы ожидаем, что будет о новом начале отношений США и России. Но, однако, мы видим, это частично оправдываются наши ожидания, что дальше договор СНВ-2 упоминается. То есть, не полностью оправдываются наши ожидания. Это программирование частично ложное коммуникативное. И, наконец, ирония, где полностью намеренно ложное коммуникативное программирование, намеренно аудиторию вводится в заблуждение. Как читатель критиковал высказывания Джереми Кобина, бывшего лидера либористской партии, критика актуализуется в фрейм. И он полностью не оправдывается, когда мы видим great timing, что было удачное время сказано. То есть, полное неоправдание коммуникативного программирования и соответствующих коммуникативных ожиданий аудитории. Ну и выводы, что полагаем, что данный процесс может стать концептуальным основанием для ряда выразительных средств и может рассматриваться как один из дискурсообразующих концептуальных механизмов. Вот в целом все, что хотелось сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вера Леонидовна. Очень интересный доклад. Программирование, этот термин сейчас звучит повсеместно. И, казалось бы, это может быть связано с искусственным интеллектом или с IT-технологиями. Но нет, скорее это когнитивная лингвистика, верно? Да, я понимаю, это фрейм, сценарий. Да, совершенно верно. Наши ожидания, ментальные наши конструкты некие. И, конечно, было бы интересно. У нас, наверное, две минутки остались на вопросы, коллеги. Можно, да, неожиданный взгляд. Хотела прокомментировать, можно? Конечно. Вот у меня доклад как раз «Симптоматическое письмо», и очень меня эта проблема волнует. Такой смешной пример, скорее даже комментарий. Студенты делали у нас сообщение про эфемизмы у Трампа. И было забавно, что в связи с симптоматическим письмом, то есть возможности увидеть какие-то коды, там видно, что женщина писала доклад. Потому что эфемизмы в отношении каких-то вещей обычно использует женщина, а не мужчина. Поэтому вот такие механизмы, они вскрывают не только какие-то поверхностные вещи, но очень глубинные культурологические и психологические вещи. Поэтому потрясающе совершенно. Просто хотела бы поблагодарить. Спасибо. Спасибо большое за диагноз. Но мне правда очень интересно на самом деле. Надеюсь, у меня полностью не отключится электричество к моменту вашего доклада. Я тут на велограни отключусь. А, понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо, коллеги. Ещё какие-то вопросы по Фрейман, по Меган Маркл, королевской семье или лидерам США? Да, да. Я думаю, что тематика, дело в том, что у меня тоже будут именно из этой области тоже примеры, так тематика актуальная, поэтому у всех так откликнулось. Если мы обсудили этот доклад, то тогда спасибо. Мы заканчиваем тогда с первым докладом. И переходим к первому докладу по программе. И я предоставляю слово Юдиной Наталье Владимировне, которая представляет финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Тема доклада «Лингвистические тренды 2020. Лексико-семантический аспект на материале русского языка». Пожалуйста, Наталья Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить сегодня на этой замечательной конференции. Я являюсь участником конференции не первый год, поэтому очень-очень рада видеть лица людей, знакомых. И надеюсь, что наше сегодняшнее взаимодействие будет таким же эффективным, как оно обычно проходит в очном формате. Безусловно, тема моего доклада и, соответственно, выступление не носит такого завершающего характера, потому что многие выступления сегодня в рамках нашей темы и в рамках нашей секции, конечно, завтра и последующие. Все наши доклады и обсуждения касаются в том числе и тех лингвистических трендов, которые были заявлены в 2020 году и которые продолжают реализовываться сегодня. Поэтому мой доклад носит элемент размышлений. Я буду очень рада, если коллеги подключатся к этому разговору, и мы в дальнейшем будем, может быть, это вылететь в какие-то совместные исследования. Целью моего сегодняшнего выступления является выявление некоторых лингвистических трендов в рамках анализа новейших лингвистических единиц, которые появились в 20 веке. И связаны в 20 году и связаны с той ковидной лексикой, которая на текущий момент представлена в русском языке. В частности, отдельного внимания среди новейших лексем в современном русском языке, который появились в 20 веке, заслуживают лексемы, имеющие корень ковид. И здесь представлен ряд единиц, которые выбраны из современной дискурсивной практики. Это ковид, ковидарный, ковидиод, ковид-диссидент и так далее. Лексемы, имеющие корень корон с разными вариантами. Лексемы, имеющие корень зум, в том числе и сейчас мы находимся в зуме. Лексемы, имеющие корень маска. Отдельного внимания заслуживает момент, связанный с морфологической представленностью этих единиц в современном русском языке. Судя по нашему анализу и по нашим примерам, можно сделать вывод о том, что большинство появившихся единиц, это существительные, примерно 50%, и прилагательных около 30%, и глаголов где-то около 20%. Это интересное наблюдение, я несколько позднее об этом скажу. Из ранее существовавших единиц приобрели новую частотность. Лексемы, имеющие корень инфект, вирус, дистанц, цифр. Не буду останавливаться, хотела бы, чтобы было обсуждение доклада, поэтому здесь на слайде представлены эти идеи. Не менее интересным также представляется анализ не только отдельных лексем, но и в первую очередь словосочетаний, которые включают в себя новейшие прилагательные в сочетании с известными частотными существительными. Ковид, ковидная, ковидная, в частности, госпиталь, пневмония и постковидная, что уже сейчас более актуально в 2021 году, программа путешествия и ряд других существительных. Лингвистическому описанию могут быть подвергнуты также идеи, связанные с гипо- и гиперонимическими отношениями, которые позволяют выявить появившиеся в последние несколько месяцев ряд отдельных синонимических и антонимических рядов в русском языке, в частности, постковидный тур или путешествие, который может иметь синоним восстанавливающий тур и, например, антоним профилактический тур. Новые латентные смыслы приобрели сочетания, связанные с масочным режимом, социальной дистанцией, красной зоной, зеленой зоной, шахматной рассадкой. В этом смысле я не могу не вспомнить моего уважаемого учителя Елену Самуилу Кубрикову, которая справедливо замечала позиции, связанные с тем, что изучение простого сочетания атрибута с существительными, типа красного фронтажа, приводит к интересным результатам остроении, организации, конкурсионировании этих единиц в теоретическом смысле. Именно как раз этим позициям и посвящено мое исследование на данный момент и в целом научное исследование, связанное с вопросами семантики мотивирующего слова и семантической структуры производного слова, что связано с эффектами домысливания, наращивания и приращения смыслов и появления скрытых подразумеваемых значений. В частности, я хотела бы привести примеры, связанные с прилагательным цифровой. В ряде существующих известных нам лексикографических источников XXI века мы четко знаем дефиниции существительного цифра, знак, обозначающий число и обычно множественное число, показатель чего-то нового, выраженный в числах, в частности, прилагательный цифровой. И никаких других единиц такого прилагательного в принципе в словаре Сергея Ивановича Ожиков и Наталья Юрьевна Шведова не было. В Большом толковом словаре профессора Кузнецова уже есть прилагательный цифровой, как отдельная номинация прилагательных к слову цифра и обозначенных в цифрах выраженных цифрах, в частности, цифровой результат, цифровое выражение, цифровые показатели. Можем увидеть интересные исследования, связанные с тем, что и в XIX веке было прилагательное цифровое дискурсивное употребление, в частности, у Мамина Саперека цифровой фейерверк, а Антона Павловича Чехова цифровые данные и даже аналогии, что дает нам возможность увидеть какие-то интересные связи и смыслы. Далее цифровые данные у Куприна, цифровое выражение у Замятина и известное нам постановление Совета народных комиссаров, которое ввело цифровую пятибалльную систему оценки, которую до сих пор в ряде школ используются. Если мы посмотрим на национальный корпус русского языка, то прилагательное цифровое распределено следующим образом. По статистике, вот здесь есть ряд моментов, конечно, по-разному оно выглядело в нашей дискурсивной практике русскоязычной, вот сейчас выглядит таким образом, что очень активно используется. Существительные, которые на сегодняшний день связаны с прилагательным цифровой, можно разделить на ряд групп. Это связанные с IT-направлением и IT-технологиями, здесь большое количество примеров приведено. Существительные, обозначающие определенный хронологический отрезок времени, обозначающие приборы, устройства, приспособления, их тоже очень много. А также продукты выполнены с помощью обозначения приспособлений и устройств. Существительные, обозначающие пространство и окружение, вселенный город-микрорайон, формирующие словосочетания, имеющие отношение к различным социальным процессам, происходящим в современном обществе, цифровая безопасность, грамотность, дипломатия, имеющие отношение к экономической и финансовой сфере, цифровая валюта, маркетинг, наличность, связанные с образовательными процессами и технологиями, цифровой гербарии, глоссарии, книга, имеющие, указывающие на форму, формат и вид, например, цифровой вариант, вид, индикация или существительное название профессии и рода занятий, цифровой пользователь, программист, хакер. Есть интересные аббревиатуры, которые уже появились на базе прилагательного цифровой, электронно-цифровая подпись, цифровая участительная машина, цифровая инфразвуковая станция, цифровая карта региона. Здесь на слайде более подробно представлены эти единицы. Кроме того, есть интересные креативные сочетания, лингвокреативная деятельность, которая так активно изучается, в том числе и в Московском государственном юнистическом университете, который представлял предыдущая коллега работы Ольги Камудина Ирисхановой. Ну вот в данном случае интересные примеры из современной дискурсивной практики. Цифровой аббориген, цифровая картинка, камугляж, пассианс, рабство, след, слабоумие, сопротивление и ряд других единиц. И даже сейчас отдельные позиции связаны с цифровым следом, как определенной аббревиатурой, разработанной в профессиональном стандарте специалист по моделированию сбора анализу данных цифрового следа. Здесь вот представлено определение, которое дается уважаемыми коллегами. Таким образом, интересной представляется идея цифровой анамнезии, диеты, цифровой грамотности. И на лингвистическом уровне мы можем зафиксировать факт перехода прилагательного из разряда относительных в разряда качественных. Например, самый цифровой город или там появление интереса, наличие синонимов, типа численный, числовой, антонимов, аналоговый, бесцифровой, бумажный, шкальный и даже спальный. Например, в сочетании цифровой микрорайон и спальный микрорайон. Традиционно известные названия обозначены цифрами и выражены в цифрах. И, соответственно, есть новый ряд значений, которые уже фиксирует Вики словарь и который может быть впоследствии расширен в рамках появления новых лексикографических источников. Далее я проанализировала варианты, связанные с прилагательным дистанционным. На текущий момент я не буду останавливаться. Скажу только, что прилагательный дистанционный в XIX веке активно использовался в русском языке. И в XX веке тоже. На текущий момент здесь тоже много разных вариантов для выявления таких и подобных явлений. На сегодняшний день я анализирую ряд прилагательных, которые появились в русском языке сегодня. Исходя из этого, мы можем выявить впоследствии тренды развития лексико-семантической системы русского языка, которые могут быть введены к следующим тенденциям. Тенденции к инновации, тенденции к эволюции, тенденции к элиминации и консервации. Те, которые есть и были зафиксированы на момент начала XX века и, соответственно, XXI века. Инновации всегда были, есть и будут, и поэтому здесь к этому нужно относиться адекватно и спокойно. И если мы говорим об инновациях лексико-семантической системе, то на текущий момент мы бы выделили такие позиции, как увеличение количества новейших единиц, появившихся как следствие заимствованных на язычных слов, так и в результате расширения семантических значений слов, расширение различного рода сочетаемости лексием разного статуса, изменение антонима синонимических рядов и динамичное развитие системных отношений между лексическими единицами языка. Благодарю за внимание. Буду очень рада вопросам для того, чтобы мы в дальнейшем могли усовершенствовать и улучшить те позиции, о которых я сейчас говорила. Большое спасибо. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Очень актуальный доклад. Я думаю, что многие доклады сегодня будут откликаться в докладах коллег. Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос, пожалуйста? Да, конечно. Конечно, с удовольствием. Наталья Владимировна, вот вопрос, правда, будет касаться не прилагательного, а существительного. Вопрос состоит в следующем. Замечали ли вы, что в последнее время, может быть, в последние десятилетия или пятилетия текущего века слово «история» расширило, может быть, свою сочетаемость и приобрело вообще новое значение? Вообще, по-моему, оно становится каким-то словом-субститутом. То есть оно может заменять практически любое существительное, ну или многие существительные. Например, вполне можно сказать, туфли иконика – это не про меня история. Да, да, безусловно, да. Интересно, да. Вы продолжаете еще вопрос, да? Да, спасибо большое за вопрос. Да, спасибо большое за вопрос и за идею. Безусловно, у существительных еще более широкий потенциал для того, чтобы реализовываться в различных позициях. Не случайно именно существительные определены как основные ключевые слова или когда-то концепты, например, юристический панк, об этом много говорил, как и другие коллеги из других лингвистических школ. Но в любом случае, что касается слова «история», то да, для определенных категорий людей возрастного периода или я о взрослых людях, наверное, бы немножко засомневалась, что касается «история». А вот здесь, если мы говорим о виртуальных позициях, о виртуальном дискурсе, то, наверное, бы я с вами согласилась, примеры могли бы быть интересными. И если говорить в рамках моего доклада, то, наверное, и количество прилагательных, возможность лексико-семантических атрибутов, которые есть у существительного «история», наверняка расширились, особенно в 21 веке. Спасибо за вопрос, обязательно надо этим подождать. Спасибо большое. Спасибо, что я могу задать вопрос. Да, да, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вы рассматривали понятие нормативности, нормы в языке, или это не релевантно для вашего исследования? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Он действительно актуальный. Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что мы, классические лингвисты, хотели бы, чтобы норма всегда была и существовала, в том числе и в дискурсивной практике, и в речевой деятельности современного человека. Но на текущий момент, мне кажется, границы представляются очень размытыми. И я исхожу из тезиса Льва Владимировича Щерба о том, что любой отрицательный языковой материал тоже является для нас предметом исследования. Поэтому здесь, безусловно, я хотела бы в дальнейшем разграничить нормативное употребление, и то, что касается инглокреативной деятельности, и даже, может быть, терративной деятельности современного человека. Поэтому, безусловно, вопрос на вырост, беру его на заметку. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Да-да-да, Виктория Олеговна, пожалуйста. Спасибо. Наталья Владимировна, благодарю вас за замечательный доклад. У меня вопрос, связанный с вексикой, так сказать, ковидной, то есть с тем пластом, неологизмом, который формируется в связи с пандемией. Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, что доминирует в этом сегменте лексики? Это слова, которые созданы по продуктивным моделям русского языка, либо же это достаточно большой объем заимствований, которые, как могут предполагать некоторые, может быть, даже не лингвисты, засоряют наш язык и создают ему определенную угрозу. Спасибо большое, Виктория Олеговна. Очень красивый вопрос. Вообще, что касается слообразовательных моделей, то я здесь все-таки не специалист, но если исходить из моих наблюдений, то я бы заметила следующую тенденцию, хотя она достойна того, чтобы ее проверять. Первое. Я думаю, что существительные все-таки в первую очередь заимствуются из языка, источника, и в этом смысле они имеют номинации, латинизированные, а что касается прилагательных, то они все-таки в большинстве своем образуются уже по русскоязычному типу с продуктивными суффиксами, с продуктивными морфемами, которые приняты в русском языке. Но я могу ошибаться, не до конца еще материал изучен. Спасибо за вопрос. Тоже вопрос на вырос. Спасибо огромной коллеге. Идей много накидано. Буду работать. Спасибо. Можно вопрос, Наталья Владимировна? С удовольствием, Игорь Владимирович. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то новое в русском языке, что приживается, но вас как человека и как лингвиста не устраивает или раздражает? Спасибо огромное, Игорь Владимирович. Мне кажется, что мы здесь, большинство присутствующих здесь лингвистов взрослого поколения чувствует, что нас многое раздражает в русском языке. И я над этим размышляю не первый год. Когда-то в 2010 году у меня вышла монография «Русский язык в 21 веке», кризис, эволюция, прогресс с вопросительными знаками. И до сих пор я не могу ответить на этот вопрос, что сегодня на текущий момент у нас, кризис, эволюция или прогресс. Все-таки хочется верить в то, что у нас эволюция, но это вызывает очень большие вопросы и не всегда очень оптимистично дает нам смотреть в будущее. Поэтому, конечно, если все мы, которые нас очень разочаровывают и расстраивают, есть и бедность языка, которую на текущий момент мы замечаем. Конечно, намеренное искажение орфографической и пунктационной нормы, которые мы наблюдаем, и редукция, которая постоянно есть в средствах наших сообщений разного рода, и отсутствие знаков припинания, в том числе точки, когда студенты говорят, что если мы ставим точку, например, в сообщении, то это значит, что кто-то ругается, предприниматель ругается. Поэтому здесь много таких моментов. Я не хотела бы занимать время уважаемых коллег, но с удовольствием готова над этим поразмышлять, и это как раз является сферой моей исследования. Спасибо большое, Игорь Владимирович, спасибо большое, уважаемые коллеги, за заданную информацию. Спасибо большое, коллеги. Наверное, мы перейдем к следующему докладу. Очень интересная тематика, она вся новая, актуальная. И я предоставляю слово Пукрышевой Екатерине Сергеевне, Искуратову Игоря Владимировичу, которые представляют Московский государственный областной университет. Тема доклада «Специфика образования новых слов периода пандемии в английском, французском и русском языках на материале дискурса «Масс-медиа». Пожалуйста, коллеги. Уважаемые коллеги, вы видите презентацию? Да, видим. Да, видим. Только слайд-шоу сделаем. А, вот так, хорошо. Уважаемые коллеги, участники, гости конференции, вашему вниманию представляется доклад на тему «Специфика образования новых слов периода пандемии в русском, французском и английском языках на материале дискурса «Масс-медиа». Данная работа посвящена способам образования новых слов, используемых во время пандемии COVID-19 в трех неблизкородственных языках – русском, французском и английском. Цель исследования – проанализировать с точки зрения количества и качества словообразовательные особенности неологизмов, продуцируемых носителями указанных языков при создании устных и письменных текстов на тему новой инфекции. Объект исследования – это английские, французские и русские неологизмы, появление которых обусловлено распространением новой для человечества реалии пандемии коронавируса. Предметом исследования поступают способы образования данных слов, такие как словосложение, телескопия, переосмысление, аффиксация и другие. Данная цель потребовала решения следующих задач. Сформировать идентичные в количественном отношении группы неологизмов из трех языков, установить конкретный способ образования каждой лексической единицы, произвести подсчеты рассматриваемых единиц, сравнить полученные данные, сделать выводы о качестве исследуемых неологических явлений. Материалом для данного исследования выступили интернет-источники, программы англо-франко- и русскоязычного ТВ-дискурса, современные газеты и журналы. Скриншоты из двух из них вы можете видеть у себя на экранах. На данном скриншоте вы можете видеть фрагмент репортажа на тему «What you need to know about doomscrolling». При проведении данной работы были задействованы следующие методы. Метод сплошной выборки, метод анализа словарных дефиниций, сравнительно-сопоставительный метод и лингво-статистические подсчеты. В результате авторы приходят к выводу АТО о наиболее продуктивных процессах образования неологизмов в период пандемии, а также об их корреляции с эпохой постмодерна. Всего авторами было выбрано 167 единиц, 56 единиц из английского языка, 55 и 56 из французского и русского языков соответственно. Ссылку на полный список лексического материала вы можете видеть у себя на экранах. Это приложение А на Яндекс.Диске. Одной из главных черт неологизмов пандемии является их интернациональный характер, что прослеживается в следующих лексических единицах. Корониал, аккорониал, анковониал. Зумится, ту зум, зумей. Думскролинг, думскролинг, лёдомскролинг. Контактный, а контакт, амконтакт. Карантиний, куарантиний, амкарантиний. Инфодемия, инфодемик, июнь инфодемий. Также в двух из трёх исследуемых языков образуются пары неологизмов. Например, ковидео, эковидео. Коронаскептик, клонасептик. Коронапокалипсис, коронапокалипс. Коронагидон, коронагидон. Зумбомбинг, зумбомбинг. Эковидиворс, анковидиворс. Существование подобных троек и пар неологизмов, то есть существование интернациональных неологизмов, а также их пар в двух из трех исследуемых языков обусловлено, во-первых, заимствованием англицизмов в другие европейские языки, а во-вторых, наличием общих, общеевропейских основ в трех языках. Например, маска, маск, ан маски. Принимая во внимание тот факт, что каждый язык выражает понятия и концепты своими средствами, мы наблюдаем в трех языках идентичные неологизмы или неологизмы, имеющие общие семы в своем значении. Например, короноя, ковидеоси, парановирус, короносеркус, коморон... простите, коморонвирусы. Хемстер кофе, гречка хайп, макаронавирус. А локтейл, коронапиро, от сапиро, скипиро. Удаленка, в английском WFM, от working from home, телетравай. Гарантикулы, коронокейшн в английском языке. Итак, минутка юмора. Хорошая иллюстрация гречка хайпа или похожего слова, слово с похожим значением, заимствованного из немецкого языка в английский. Хемстер кофе, конечно, никто не отменял самобытность языка, которая проявляется, например, в следующих неологизмах. Маскобесье, Майли Сайрис, это разговорное название коронавируса, предположительно появившееся в рифмующемся сленге кокне. Эмагмайе, отдать детей бывшему супругу или супруге во время пандемии под предлогом их безопасности. Способы образования коронавирусных неологизмов включают в себя словосложение, телескопию, изменение значения, аффиксацию, а также другие способы, например, сокращение, конверсию, словообразование по аналогии. Приведем несколько примеров. Словосложение. Коронадиссидент, коронакру, зумбахов. Телескопия. Ковида, коронабрэйшин, ландиманш, от французского ланди понедельник плюс диманша воскресенье, дни недели слившиеся в один. Изменение значения. Коронованный, наряду с уже устоявшимся значением, появилось новое, заболевшее коронавирусом. BC, before COVID or before coronavirus, наряду с существующим before Christ. Uncontact. Человек, контактировавший с зараженным лицом. Также у нас в русском есть субстантивированное прилагательное контактный или контактные. Аффиксация. Расковидится. Lockdowner. Confinet. От французского confinet плюс уменьшительный ласкательный суффикс это. Другие способы. Наружа. Возможно, особый вид конверсии. Реуна. Сокращение от кореуна. Исульмон аддумисиль. Формально представляет из себя данная единица словосочетания, но функционирует она семантически как слово. Самоизоляция. Self-isolation в английском. Выводы. Авторы приходят к следующим выводам. Носители французского языка практически не использовали словосложения при создании неологизма в пандемии. Во всех трех языках активно применялась телескопия. Суффиксация и префиксация наиболее заметно проявили себя во французском и русском языках. Активное применение телескопии во всех трех языках и словосложение в русском и английском языках, на наш взгляд, обусловлено максимально эклектичностью и глобализованностью сознания современного человека, которая, в свою очередь, является продуктом и характерной чертой эпохи постмодерна, с ее отрицанием абсолютной истины и возможностью множественности трактовок одного и того же явления. Перспективы исследований видятся автором создания трехязычного словаря так называемых коронавирусных неологизм. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Вопросы, коллеги, можно в чат, можно задать УСНА. Очень интересное исследование. У тебя можно вопрос задать? Конечно. Большой способ. Действительно, очень интересно было вас послушать. Скажите, пожалуйста, вот у вас действительно масштабные исследования на базе трех языков. Английский, французский и русский языки. А вот с вашей точки зрения, есть ли доминирующий язык вот в этой триаде? Или они все все-таки равноправные характерно? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Конечно, при отборе материала мы старались выбрать одинаковое количество лексических единиц из каждого языка. По поводу доминации, конечно, ни для кого не секрет, что доминирующим является тот язык, на котором общаются люди в стране, которая представляет из себя политическую силу на мировой арене, и которая доминирует политически, доминирует экономически. И сегодня у нас, пожалуй, есть одна держава с неоспоримой доминацией – это США с английским языком. Поэтому отсюда у нас большое количество заимствований, ну, не большое, но достаточное количество заимствований из английского языка в русский и французский, неологизма в пандемии. Спасибо большое, коллеги. Есть ли еще вопросы? Можно, да, задать вопросы? Конечно. Добрый день, спасибо большое за очень интересный доклад. Среди методов исследования вы выделяете лингвостатистические подсчеты, да? То есть вы используете какие-то специальные компьютерные программы для этого, или это делается вручную? Нет, я делала это вручную, потому что всего у нас было 167 единиц, отобрано, и это было легко, каждый способ словообразования было легко вручную посчитать, потому что все-таки это не тысяча единиц. Понятно, спасибо большое. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если нет, то позвольте перейти к моему докладу. Я тогда сейчас открою презентацию. Видно ли, коллеги? Да, все видно. Хорошо. Отлично. И, с вашего позволения, я представлю вам свой доклад, опять-таки, на тему коронавируса и цифровизации всеобщей. Я сегодня хотела бы поделиться результатами своего исследования, касающимися особенностей терминологии коронавируса в англоязычном медиадискурсе и рассмотреть их с точки зрения концепции культурного компонента значения. Я хотела бы начать с плана своего выступления, чтобы было понятно, на каких пунктах я буду останавливаться. И сначала я изложу ту концепцию, которая была разработана в течение многих лет, концепция лингвокультурологического терминоведения и теория культурного компонента значения терминологических единиц. Затем я перейду к тем терминам, которые, мне кажется, являются относительно новым явлением, которые можно назвать медиатерминами или терминологическими единицами текущей кризисной ситуации. Такой предтермин, над которым, мне кажется, сейчас интересно поработать. И, конечно, подробно я остановлюсь на тех примерах, которые относятся непосредственно к терминологии коронавируса в англоязычном медиадискурсе. Итак, что же понимается под культурным компонентом значений терминологических единиц? К таким единицам предложено отнести те единицы, которые функционируют в терминологиях с высоким уровнем условности, то есть это не точные терминологии неточных наук, а те терминологии, которые зависят, содержание терминов которых зависит от территориально-культурного и историко-культурного факторов. В словарях мы формально видим, что такие единицы имеют следующие пометы. Английский, американский термин в некоторых штатах США, в графстве Кент до определенного года, либо уже в дефиниции содержатся отсылки к определенным историко-территориальным терминам системы. Причем надо оговориться, что под культурой понимается совокупность правил поведения. Это не накопленные достижения искусства или какое-то еще понимание культуры здесь используется, а именно правила поведения в области права, политики, экономики, искусства, образования и так далее, принятые на определенной территории и в определенный исторический период. То есть вот эти два фактора территории и истории имеют большое значение. Я приведу пример классификации англоязычных юридических терминов, на материале которого эта концепция была разработана, поскольку она позволяет показать, как обычно классифицируется материал таких терминосистем. То есть к таким терминологическим единицам с культурным компонентом назначения, как правило, относятся, во-первых, уникальные терминологические единицы, которые будут маркированы территориально или исторически. Ну вот, условно, Тинвальд — это парламент на острове Мэн. Вот без этого компонента значения, культурного компонента значения, отсылающего к острову Мэн и его правовой культуре, конституционного права культуре, мы не можем дать дефиницию данной единицы. Также встречаются полисемичные термины, и синонимичные их не так много. Полисемичные терминологические единицы с культурным компонентом значения — это те, у которых есть и общеизвестные значения, и значения, которые используются только на определенной территории. Либо, например, используется «justiciary» в Шотлаймзе, а в Англии это является историзмом. Так вот, после окончания этого исследования, совершения определенного этапа исследования, была принята концепция об экстраполировании положений данной теории на новые терминологии, характеризующиеся условностью или конвенциональностью. Кроме юридической терминологии были рассмотрены англоязычные терминологии системы образования Великобритании и США. Это исследование было проведено аспирантом Юлией Борисовны Цверкун под моим руководством. И затем были проведены исследования на материале англоязычной терминологии истории России, англоязычной терминологии искусствоведения и политической корректности. И сегодня мы поговорим о терминологии коронавируса в медиа-дискурсе. И хотелось бы сказать о том, что уже сдана в печать монография, надеемся, что она скоро выйдет, которая заглавлена следующим образом. Лингвокультурологические исследования англоязычных отраслевых терминологий и современные технологии в лингвистике, которые мы как раз применяем для анализа этих корпусов. И начну я с того, что приведу пример, с которого все началось, то есть исследование таких терминологий в 1999 году. Вот очень яркий такой пример, он метафоричный, он не вписывается ни в какие требования к термину, что термин должен быть однозначным, точным и нет метафоричным. Все тут не соблюдается, меня это очень в свое время удивило. И картинки, которые здесь присутствуют, они очень хорошо иллюстрируют те две дефиниции, которые я здесь привожу. То есть, с одной стороны, эта статья о цензии грамотности, относится она вот к вопросу расовому, о недопуске потомков чернаков и шахрабов к голосованию. Это конституционное право Южных Штатов США. А с другой стороны, это оговорка в системе налогообложения, и это общеизвестные юридические термины. Ну вот опять еще две картинки, которые показывают эти два значения, которые маркированы исторически и маркированы территориально. А теперь рассмотрим следующий пункт плана, это терминологические единицы текущей кризисной ситуации. В монографии, которую я упоминала, разработаны следующие признаки таких терминологических единиц, о которых писал еще Владимир Моисеевич Рейчик в своей монографии 2009 года, называя их журналистскими терминами. Об этом же пишут в Ивановской лексикографической терминовической школе Манник, Светлана Андреевна, общественно-политической терминологии. И вот к признакам не представляется, относятся, они появляются внезапно, эти единицы, в результате детерминологизации термина, функционируют в соцсетях, мессенджерах, других платформах, распространяются с невероятной скоростью, они неустойчиво исчезают почти полностью с существовением кризисной ситуации. Ну вот, Ту Меган Маркл сегодня уже упоминалась эта история, но если мы не скажем, что это в Великобритании в январе 2020 года, то сложно будет понять эту единицу. Степень ее терминологичности, опять-таки, можно изучать и рассматривать под разными ракурсами, и тем не менее, тот же самый журналистский термин условный или термин кризисной ситуации «Yellow Jacket», мы должны обязательно указать, что это во Франции весной 2019 года. Ну и теперь непосредственно к терминологии COVID. Вот такие термины, как self-isolation, мне казалось, что год назад мы именно его использовали, затем появился sheltering place, во всяком случае, то, что мы со студентами смотрели, с молодыми исследователями, причем маркирован он был явно как американские термины, я здесь привожу примеры его контекстного употребления именно на сайтах в Википедии с ссылками на США законодательство, а сейчас повсеместно, больше, во всяком случае, чаще используется и глагол to lock down something и существительное lockdown. И, конечно, указание на то, что это американизм, не могло не вызвать интереса. Если посмотреть, что же это за термин, shelter in place, он пишется либо как дефис, либо как отдельное словосочетание, либо уже синтаксический способ словообразования используется, то мы понимаем, что ранее, до пандемии, использовался этот термин совершенно в другом смысле в законодательстве Калифорнии, например. If police believe there is an active shooter on campus, they will owe the students and faculty to shelter in place. То есть это в отношении совершенно других ситуаций было, распыление газов каких-то там, террористической угрозы и так далее. Если мы посмотрим на обзор исследований в лексике, связанных с пандемией, то он неоднороден. И я думаю, что все знакомы с этими обновлениями на сайте Oxford English Dictionary. Вот я сделала скриншот, который вот сейчас буквально висит у них на сайте. И тут вот этот термин word muzzle. Мы сегодня говорили о маске и о ее не совсем литературных аналогах, связанных с намордниками, с какими-то еще стилистическими наименованиями. Вот это question number one, который обсуждает сейчас Oxford English Dictionary в отношении новой лексики, появившейся в связи с пандемией коронавируса. Конечно, мы можем говорить о взрывообразном росте использования в медиатекстах редких медицинских терминов. То есть идет процесс детерминологизации. И с другой стороны, термины, которые раньше применялись для других экстренных ситуаций, они стали использоваться для обозначения стратегий под предотвращением распространения коронавируса. И завершая свой доклад, я хотела бы остановиться на использовании на скриншотах использования Engram View, известного всем инструмента, и инструментов Google при подсчете количества встречаемости, частотного анализа. Вот если self-isolation, мы посмотрим, на что я хотела бы обратить внимание. Google Engram View индексирует Google Books до пандемии, то есть включая 2019 год. И тем не менее мы видим self-isolation, рост использования этой единицы. Но и, скажем, в 90-х годах опять-таки этот термин использовался. Он совершенно в другом значении. Сейчас же вот последний результат, который здесь указан, примерно к 300 миллионам приближается. Это вчерашний результат. Я вчера специально посмотрела. То есть рост идет, естественно, большой. Shelter in place тоже к 300 миллионам. И опять-таки мы видим, что использование этой единицы это не связано с коронавирусом непосредственно. А вот если мы посмотрим глагол to lockdown, то на вчерашний день это было порядка полутора миллиардов словопотреблений. То есть идет значительно больше использования этой единицы. То, что мы видим по различным источникам. Существительно используется чуть чаще, чем shelter in place и self-isolation, который использовался вначале. Очень интересно, когда мы обсуждали, почему же такие термины используются. Почему у нас не lockdown, почему не quarantine, почему не карантин, почему не чрезвычайная ситуация. Это связано с законодательством и в том числе с финансовыми последствиями. Того термина, который будет употреблен, как мы знаем, если будет введено, как, например, в Южноафриканской республике, положение, если я не ошибаюсь, национального бедствия, то это повлечет серьезные очень правовые последствия, финансовые последствия для всего государства. Но, тем не менее, в этой республике уже год они существуют в таком режиме. То есть, каждое государство здесь использует тот или иной термин. И вот, что касается shelter in place, то этот термин используется, безусловно, и в британском, и в американском варианте. Но именно в американском законодательстве этот термин закреплен и встречается значительно чаще. Я здесь покажу ряд ссылок, источников, на которые я ссылаюсь. И, пожалуй, на этом я завершу. И, с вашего позволения, мы перейдем к вопросам, чтобы не отнимать время. Спасибо большое, коллеги. Есть ли какие-то вопросы? Я с удовольствием на них отвечу. Валентина Александровна, можно мне вопрос? Да, конечно, Игорь Владимирович, пожалуйста. Тематика очень актуальная. Мы обсуждаем новообразование, новые слова, новые термины. И ваше выступление меня также заинтересовало, поскольку оно тесным образом связано с теми новыми тенденциями, которые появляются в языке и в конкретной сфере. Вот скажите, пожалуйста, Мы говорим, что появляются новые слова, которые вошли в обиход. Мы их называем неологизмами. А есть новые слова или новые термины, которые совершенно новые. И я хочу сказать, что вот им дали лингвисты новые названия. Это протологизмы. Вот в англоязычном медиадискурсе есть и совершенно новые термины, которые можно отнести к протологизмам. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Очень интересный вопрос. Что касается тематики именно той, о которой я сейчас говорила, связанной с пандемией. Беспорно, да-да-да. Да-да-да. Приводила здесь такой краткий очень слайд по обзору исследований. Я уж не буду здесь подробно останавливаться на всех мнениях, но и Oxford English Dictionary проводит этот анализ и говорит о том, что мы здесь имеем дело, если мы говорим о медиадискурсе, с детерминологизацией. И вот абсолютно новая, вот видите, тут единственная новая единица – это COVID-19. Причем это же ее уже такое застывшее, фиксированное, общепризнанное обозначение. Сначала же это был SARS, да, то, что не было признано, то, что оказалось необходимо уточнять. То есть до пандемии мало кто из нас был вирусологом, да. И это были терминологические единицы, даже номенклатуры, которые мало кого интересовали. SARS – это же там синдром такой-то, 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 да, вызванный там такими-то клиническими проявлениями. То есть, вероятно, эти термины возникают… Ну, это не термин, это номенклатура. У вирусологов, вероятно, они каждый день возникают, наверняка. Просто они их выделяют. Если посмотреть по тому же Ingram Fuhr термин «coronavirus», что мы сделали еще год назад со студентами, они все очень удивились, да, что этот термин распространенно встречался благополучно с 1960-х годов, или там даже раньше, когда вирусологи его стали использовать. Просто он никого не волновал, этот термин, ни коронавирус, ни как этот вирус выглядит, и так далее, и так далее. И затем эта номенклатура стала уточняться, и вообще все заинтересовались этой номенклатурой. Естественно, этот термин детерминологизировался. Сегодня мы видели массу словообразовательных моделей, которые стали к нему применяться во всех языках, и он стал уточняться, ведь это же медики уточнили с течением времени, через несколько месяцев сказали, что синдром вообще никому не важен, какие проявления, проявления масса у этого заболевания, важно, какой вирус вызывает его, и поэтому произошла деноминация, да. То есть мне кажется, что в данном случае об исключительно новой номенклатуре, мы можем говорить об исключительно новых терминологических единицах, статус их будет номенклатура, и они будут стилистически очень разными, либо функционировать исключительно в медицинской, закрытой, малоинтересной медиадискурсу документации, да, и они будут уточняться. Но вот из них, я думаю, что новый, вот в этом плане единственной новой единицей стал именно COVID-19, как отмечает целый ряд исследований. Я бы так ответила, Игорь Владимирович. Спасибо. Меня полностью удовлетворил ваш ответ, но я провожу параллель с русским языком, объединяя выступления и Наталья Владимировна, и Екатерина Сергеевна. И хочу просто подчеркнуть наверняка, и в английском языке это та же самая тенденция. Уж если говорить о словах совершенно новых, о так называемых протологизмах, то самое первое слово, которое приходит, как говорится, которое мы употребляем, и которое выражает надежду, это «расковидиться». Наверняка в английском языке это слово существует. То есть, значит, увидеться после карантина. То есть, можем совершенно спокойно сказать, мы наконец-то друг с другом расковидились. То есть, такое позитивное слово, которое дает надежду на послековидную эпоху. И наверняка вот такие слова еще есть и возникают в рассматриваемых языках. Поэтому я вот ваш ответ и ваше выступление соотношу именно с русским языком, поскольку здесь наблюдается аналогичное явление. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам тоже спасибо, Игорь Владимирович. Да, безусловно, это словообразовательные вот эти модели, и стилистические анализы, их тоже очень интересно. И вот то, что сегодня в выступлении вашей коллеги прозвучало, «to zoom» и «зумиться». Я вот так сразу, я тоже обратила внимание, стилистические, это все-таки будет, мне кажется, в двух языках, по-разному маркированные единицы, да, вот так же, как расковидится, да. Это стилистический такой разговорный больше будет, да, единицей считаться, я думаю. И это очень интересная тоже своя область исследования, связанная со стилистикой, со словообразованием, да. Но вот здесь то, что заявлено единственное новое, в смысле и абсолютно новый корень, да, то есть вот каждая аббревиатура совершенно новая, да. Не словообразовательные модели, а абсолютно новая номинация. Вот, наверное, это в другом немножко русле будет такое. Хорошо, спасибо большое, желаю успехов вам. Спасибо огромное. Спасибо большое, коллеги. Еще вопросы? Валентина Александровна, я хочу задать вам вопрос. Да, Виктория. Я благодарю вас за ваш глубокий доклад, и мне хотелось бы задать вопрос, который навеян отчасти докладом и предыдущих коллег Екатерины Сергеевны, Игоря Владимировича, где было подчеркнуто, что все-таки английский язык, как влияющий язык в эпоху пандемии, доминирует. Но каково ваше впечатление, каковы, так сказать, объемы интервенции, если это можно так сказать, заимствований в английском языке и с других языков? Вот аналогично примеру, который был приведен с hamster kauf, наблюдаются ли вообще такие лексические единицы? Спасибо большое, Виктория Олеговна. Очень интересный вопрос. Может быть, коллеги дополнят. Я бы сказала, скорее нет, чем да. У нас изучаются другие, естественно, языки, и они изучаются у лингвистов с первого курса. И поскольку случилась пандемия, и никакие стажеры к нам не приехали в прошлом году, и они не поехали на стажировку, то наши студенты, которые изучают итальянский язык, они как раз очень озадачились вот именно этим вопросом, Виктория Олеговна, насчет итальянского, русского языка, влияют ли они как-то на английский язык? Ну вот то, что недавно они обсуждали, наоборот, они ушли в англицизмы опять. То есть итальянцы жаловались, которые изучают русский язык, на то, что у них большое количество именно англицизмов, несмотря на то, что они встречаются с русскими студентами, обсуждают итальянский, русский язык, и заимствование, и новообразование вроде авторка, блогерка. Но опять-таки мы возвращаемся к тому, что это за корень. Что за корень, блог тот же самый, откуда он и в итальянском, и в русском, и так далее, и так далее. То есть я затрудняюсь ответить об обратном влиянии. Скорее, наоборот, все читают все на английском, и мы, наоборот, очень активно продвигаем вот именно такие онлайн-встречи, когда студенты итальянские и российские только эти два языка используют и обсуждают контакты именно друг с другом, хотя у них есть тенденция опять уйти в заимствование из английского языка. Ну, вот, может быть, кто-то добавит, и это будет действительно очень интересно, если есть обратная какая-то... Ну, за исключением вакцины «Спутник», коллеги. Да, вот, да, «Спутник» мы обсуждали, что, да, обсуждались телесериал «The Crown», там, где королева еще молодая, да, вы помните, да, в ужасе ей рассказывают, объясняют, что эти русские запустили «Спутник», и он где-то тут летает, да, и опять-таки тот же, самый «Спутник», да, сейчас с такими же коннотациями используется. Вот, пожалуй, наверное, да. Можно, коллеги, наверное, стоит перейти к следующему выступлению? Да, 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 конечно, коллеги. И я, безусловно, объявляю, благодарю всех за вопрос и объявляю следующего участника, Гуслякову Аллу Викторовну, которая представляет Российский университет дружбы народов с докладом на тему «Функциональный потенциал англоязычного медиадискурса в эпоху цифровизации». Мы продолжим нашу дискуссию. Коллеги, я сейчас поделюсь экраном и спрошу, у вас видно или не видно. Видно экран? Да, все хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Для меня большая честь выступать на конференции «Магия и нор». В 2021 году, это уже моя третья конференция здесь, с докладом, который называется «Эмоциональный потенциал англоязычного медиадискурса в эпоху цифровизации». И я представляю два университета. Российский университет дружбы народов и Московский педагогический государственный университет. Надеюсь, что уложусь в 10 минут. Функциональный потенциал определенного языкового пространства — это способность того или иного языка решать некоторый набор задач для достижения определенной цели в определенном социальном пространстве. И в первой четверти 21-го столетия функциональный потенциал определенного языкового пространства на наш взгляд не может быть объективно оценен без его медийной составляющей. И вот, используя эти два постулата, на наш взгляд особый научный интерес сегодня представляет англоязычное медиадискурсивное пространство, которое включает большое количество печатных и электронных средств массовой информации, социальные медиа, разнообразные цифровые платформы для размещения, обмена и обсуждения информационного контента. Кроме того, англоязычное медиадискурсивное пространство можно справедливо охарактеризовать как один из ключевых источников продвижения разнообразных цифровых новинок, инновационных идей, идеологий, смыслов. Это инструмент международного общения, построения глобальной бизнес-сферы, развития научного знания, продвижения экологического активизма, а также посредник при решении большого количества разнообразных задач на международном уровне, которые требуют взаимодействия различных государств и наций. Прежде чем перейти к непосредственному описанию функционального потенциала англоязычного медиадискурса, хотелось бы представить два рабочих определения, которые, скорее всего, являются обобщением тех выводов, которые мы сделали, проанализировав большое количество теоретических источников и теоретических идей, представленных русскими и российскими, и зарубежными исследователями. В частности, современный медиадискурс мы рассматриваем как открытую, автономно функционирующую транснациональную информационную среду, в которой синхронно происходит множественное взаимодействие между отправителями и получателями медиасообщений, спонтанно инсценированном режиме. И современный англоязычный медиадискурс можно рассмотреть как сложный целостный феномен, который составляет огромный класс культуры не только для англоязычного общества, но и для всего мирового сообщества, принимая во внимание твой, которую английский язык играет как средство глобальной коммуникации или как его еще называют «инглофран». И замечательный британский ученый Дэвид Кристо, который занимается исследованием английского языка, английского языка в глобальном пространстве, характеризовал современный английский язык как стабилизирующую силу, «a stabilizing force». Вот с нашей точки зрения данное определение также применимо и к англоязычному медиадискурсу. Таким образом, основная цель нашего исследования это оценить и проанализировать функциональный потенциал современного англоязычного медиадискурса и его влияние на глобальное пространство в первой четверти XXI века, опираясь на конкретные практические примеры, которые нами были взяты из разнообразных англоязычных медиа изданий, это прежде всего англоязычных стран, таких как Великобритания, США. Далее мы рассмотрели медиа-издания стран-содружества или бывших колоний Великобритании, в частности Канада, Австралия, Новая Зеландия. Мы посмотрели медиа-издания Пакистана, Индии, Южноафриканской республики. Также нами были рассмотрены разнообразные видео на видеохостинге YouTube, новостные блоки. И, кроме того, было интересно проанализировать англоязычный медиа-контент в медиа-изданиях стран Юго-Восточной Азии, например, Япония, Южная Корея, Китай, Россия. Для анализа всего этого огромного медиа-материала мы использовали специальную компьютеризированную программу QDA Miner, Quality Data Analysis, которая позволила нам вычленить тематические кластеры в современном англоязычном медиа-дискурсе, которые мы сравнили с электромагнитными волнами, которые распространяются в глобальном пространстве и способны оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на рецепиента. Это, прежде всего, носители английского языка английского менталитета, но и также на представители других ментальных культур. И на базе тематических кластеров, которые сформировала программа, мы уже в свою очередь выделили четыре важные функции, на наш взгляд, которые осуществляет современный англоязычный медиа-дискурс. Перед вами представлены тематические кластеры современного англоязычного медиа-дискурса. Это наиболее популярные или актуальные проблемы, вопросы, которые обсуждаются в англоязычном медиа-дискурсе. Как вы видите, это вопросы, связанные с мультикультурализмом, расизмом, национальной идентичностью, пандемия COVID-19 и последующей вакцинацией, проблемы изменения климата, капитализма как мировое устройство, мировой финансовый кризис, в которой на сегодняшний день существуют, вопросы образования, дистанционного образования и также вопросы, связанные с оплатой образовательных кредитов и также, конечно, взаимоотношения с Россией и Китаем без них никуда. Также вот на следующем слайде вы можете рассмотреть ключевые функции современного англоязычного медиа-дискурса. Прежде всего, это функция интеграции или объединения, функция устойчивого развития, функция осознанного капитализма и образовательная функция. Функция интеграции способствует объединению и сосуществованию различных народов, культур и субкультур в рамках англоязычного пространства и она активно борется с таким отрицательным явлением, которое на сегодняшний день существует, как расизм. В англоязычном медиа-дискурсивном пространстве существует большое количество ключевых слов, сликсема и расизм, например, systemic racism, словосочетание, прошу прощения, системный расизм, аверсивный расизм, aversive racism, то есть это вызывающее чувство отвращения, вездесущий расизм, evasive racism. И один из способов борьбы с данным отрицательным явлением, по мнению медиа-издания Toronto Star, является разработка специальной базы данных, куда вносится вся информация о неполиткорректном поведении, в частности, в образовательных заведениях, как в школах. Вот перед вами пример. The government will ensure school boards collect and publicize these data to create accountability, transparency and action to fix long-standing systemic barriers that hold back black and other racialized children in Ontario. Следующая функция – это функция устойчивого развития. Здесь обсуждается большое количество вопросов, связанных как с изменением климата, так и с другими экологическими проблемами. Это является второй ключевой задачей современного англоязычного медиа-дискурса. И данная проблема даже опережает проблему с пандемией, которая активно освещается англоязычными средствами массовой информации в разнообразных тематических блоках. И вот в частности также приведен пример. Experts declare that climate change is a far greater threat than the coronavirus. Следующая функция – функция осознанного капитализма заключается в том, чтобы отслеживать общественное настроение среди различных слоев населения и намеренно сохранять капиталистическую идеологию и многовековую традицию неприкосновенности частной собственности и бизнеса. Бывший президент Дональд Трамп сравнил идею продвижения социализма в западном мире с ночным кошмаром и красной угрозой. Пример также перед вами. Четвертая функция – это образовательная функция. На наш взгляд, это ключевой параметр конструирования англоязычного медиа-контента. Ее девиз, как нам позволило проанализировать компьютерная программа, гибкость, ключ познания. Очень много ключевых слов было связано с этими двумя параметрами. Англоязычный медиа-дискурс старается продвигать оптимистичную идею о том, что цифровая революция в образовательной среде, которая ускорена пандемией. Это возможность по-новому творчески посмотреть на образовательный процесс. И это также возможность сократить образовательные расходы в условиях экономического кризиса. Подводя итог всему вышесказанному, можем отметить, что современный англоязычный медиа-дискурс стремится найти объективные и реалистические ответы на следующие вопросы. Они перед вами. How should we live and work together? What are the optimal ways we can organize society to enhance freedom and well-being and avoid scotching the planet? И функциональный потенциал современного англоязычного медиа-дискурса может быть сопоставим с продвижением миссионерской идеи о том, что свобода — это выбор каждого человека существовать в мире, который ориентируется на устойчивое развитие, мультикультурную толерантность, отсутствие дезинформации, которая сопоставима с рабством в мире, который продвигает капиталистический строй как естественную, соответствующую человеческой природой и идеологию, а также переход на цифровой формат получения знаний, профессионального самоопределения и адаптацию к виртуальной реальности как к новой форме существования человеческой цивилизации в третьем тысячелетии. У меня всё. Спасибо за внимание. Я готова выслушать ваши вопросы. Спасибо большое. Очень интересно, Алла Викторовна. Можно, я немножко не уловила, я задам первый вопрос, если позволите. Кто автор вот этой классификации, выделения функций англоязычного медиадискурса? Потому что такое политическое, в общем-то, заявление, я бы сказала. И я думаю, что можно тут подискутировать. Кто автор этого? На самом деле, данную классификацию разработала я на базе вот тех больших объёмов информации, которые мной было проанализировано, новостных блоков, видео, подкастов. То есть данной проблемой я давно занимаюсь. Мне вначале было интересно собирать примеры, потом это вот вылилось в такое исследование. И плюс я задействовала специализированную компьютерную программу, вот как я уже отметила, которая позволяет вначале кодировать информацию, разбивать её, используя разнообразные функции на определенные кластеры, использовать статистический материал, который вот позволяет прийти вот к таким вот выводам. Интересно. Скажите, а есть ли какие-то альтернативные мнения? Или только вот на англоязычный медиадискурс такой монолит капитализм — это естественная форма существования человека? Или есть какие-то другие мнения? Они как-то статистически учитываются и так далее? Ну просто вот такой интересный момент. Вот мне тоже было интересно, спасибо вам за вопрос, Валентина Александровна. Мне тоже было интересно увидеть, что в англоязычном вот этом вот медиапространстве капитализм, он на сегодняшний день продвигается, я не говорю, что он прямо вот затвердел, но он продвигается как миропорядок, которому не должно быть альтернатив. Вот. Даже несмотря на то, что социализм, да, все-таки существует и в Китае, Куба, у нас был социализм, много социалистических идей сейчас в той же самой Франции продвигается. Тем не менее, вот англо-саксонское общество, оно рассматривает социализм как нечто противоестественное и то, с чем нужно бороться, и то, с чем они активно борются. Допустим, было интересно проследить взаимосвязь вот этих вот тематических кластеров между собой. Например, мировой финансовый кризис, который сейчас вот существует, да, он на самом деле влияет на упальническое настроение у населения, они, люди, перестают верить в капитализм. И молодежь, допустим, она активно увлекается социализмом. То есть об этом освещается в средствах массовой информации и считается, что с этим надо бороться. Значит, нужно продвигать, допустим, дистанционное образование, которое позволит снизить плату за обучение. И также в образовательной среде надо активно разворачивать градус молодежи, предположим, к капиталистическому мировоззрению как нечто естественному и противостоящему тем же самым вот идеям, которые распространены со стороны Китая или России. То есть это очень такая интересная тенденция, которую стоит также исследовать. Я поняла, Алла Викторовна, то есть вы смотрели не просто англоязычный, а именно англо-американский такой официальный дискурс, да, англоязычный дискурс, он может быть же и не носителем языка, просто статистически в интернете, да, может быть. На самом деле мы смотрели несколько, у нас группы были, прежде всего, это англоязычный медиадискурс, это вот базовых стран, да, Великобритания, США. Потом мы смотрели то, что как бы подальше расположено вот в Юго-Восточной Азии, допустим, Новая Зеландия, Австралия, Китай, Япония, то есть вот охват был большой. Спасибо большое, мне кажется, очень интересно. Можно тоже вопрос? Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, просто уточнить, а медиадискурс, вы в это понятие вкладываете определенные какие-то тоже издания, допустим, англо-американские, или это соцсети, или что, вот просто чтобы сузить фокус? На самом деле, спасибо за вопрос, Анастасия. На самом деле медиадискурс, его нельзя уже, мне кажется, свернуть к какому-то медиаизданию, да. Если взять вот это вот понятие медиадискурс, ведь очень много определений существует на сегодняшний день. Вот на мой взгляд, медиадискурс, это в чем мы с вами уже живем. То есть это и медиа, это социальные сети, это мессенджеры, это блоги, то есть это уже, мне кажется, это вот наша цивилизация с вами. То есть вот вы как раз анализировали просто вот то, что, грубо говоря, мы можем найти в интернете, да, когда читаем блоги, да, когда слушаем подкасты. То есть у вас не было, я имею в виду, определенных каких-то, определенной подворки веб-сайтов и так далее. То есть вы просто что видели, грубо говоря, то, да, и анализировали, и как раз на основе этого пришли к выводу. Это как в Азии, да, что вижу, то и пою. Нет, на самом деле моя цель была отталкиваться прежде всего от медиа-изданий, да, официальных. Официальных, скорее всего. Поэтому такой результат, извините, что перебиваю, наверное, такой результат, потому что официальные издания, да? От этого, да, то есть начинаем мы от официального, да, и если мы посмотрим на структуру того же самого медиадискурса, который сегодня существует, он же, на самом деле, и официальный, и неофициальный, вот. То есть есть официальные СМИ, top-down reporting, да, а есть и блогеры независимые и зависимые, есть и комментаторы, вот. Это тоже часть вот этой вот большой медиа-системы. Коллеги, я прошу прощения, наши организаторы нас торопят, да, и нам нужно слушать следующих докладчиков, хотя, безусловно, интересная дискуссия. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Я тогда предоставляю слово следующему докладчику, Файзулиной Ольге Робертовне. Ольга Робертовна, вы подключились, да? Казанский федеральный университет, да, и присутствует здесь презентация «Гонзотекст» как медиастилистический текст исследования на материале публицистических работ Томсона. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, видно презентацию. Все от меня слышно. Я очень волнуюсь, потому что это мой первый раз. Спасибо большое за то, что мой доклад был принят. Очень волнительно. И тема довольно специфическая и неоднозначная. Узкая, можно даже так сказать, связана с эпохой постправды, медиатекст и гонзотекст. И вот анализ и верификация в эпоху постправды. Грань между правдой и вымыслом всегда была предметом дискуссии. И в настоящее время во многих областях знаний, особенно в тех, которые связаны с медиакоммуникацией, вопрос стоит довольно оста. Мы обращаемся к феномену гонзо-журнализма, основоположником которого является Хантер Стоктон Томсон. Это американский гонзо-журналист, публицист, больше известен как автор гонзо-романа «Старх и отращение в Лас-Вегете. Дикое путешествие сердца американской мечты». Роман был опубликован в 1971 году. Прежде всего, дефиниция определения понятия гонзо-журнализм, что означает «Reporting newspapers that tries to shock, excite readers, than to give true information». То есть то, что противоречит законам журналистики. Отсюда мы делаем индивидуальная авторско-стилевая манера. И судя по определению данного понятия, цель такого сообщения или может быть репортаж, эссе, аналитическая статья – шокировать и возбудить сильный интерес читателям. Как сам автор, он также дает определение этого понятия – гонзо-журнализм. «It's a style of reporting based on William Faulkner's idea that the best fiction is far more true than any kind of journalism, and the best journalists have always known this». То есть здесь у нас также противопоставляется правда и вымысел. Основными принципами гонзо-журнализма является то, что в первую очередь автор – это центр повествования, автором выступает журналист, публицист, а второе – это фиксация реальных событий и явлений без последующей редактуры, третье – это контркультурная направленность гонзо-текстов, а четвертый принцип – это провоцирование, манипулирование и эпатаж адресата. Новизной нашего исследования, которое может вызвать много вопросов, заключается в том, что мы рассматриваем гонзо-текст как предшественник медиастивистического текста эпохи постправды, который оказал влияние на появление такого феномена, как постправда в целом. Мы исследуем текстуальную ценность явления гонзо и его значимость для современного развития медиалингвистики. Такой вызов для себя ставим. В качестве эмпирического материала выступает отдельная эссе сборника наших «Бьют кровавый спорт. Американская доктрина. Водоворот тупости». В оригинале мы анализировали оригинал, не перевод. Данное произведение представляет собой сборник журналистских статей Хантера Томпсона. Но если судить по названию, то автор должен посвятить большинство своих статей именно теме спорта. Но он всегда уходит от основной темы своих работ. И центр его, фокус его вниманием является политика. Политический текст в медиатексте, в котором представлена крайне субъективная реакция на реальные политические события страны. Игра в объективность, которой должен стремиться журналист, превращается в двойную игру в реальность. Новая реальность срабатывает прием обманутого ожидания реципиента. Снятие ответственности спишущего характеризуется в медиатексте как, цитирую, сумасшедший, пьяный или спохмельный полоумный идиот, обкуренный, обезумевший журналист, стремящийся к своей собственной правде. Прикладывание ответственности на реципиента, призыв к критическому мышлению адресата. А также другие примеры, которые мы можем встретить в гонзотекстах. Это характеристика любой речи политика, усеянная клише речуга, ежедневный философский трёп, адская заунывность выступления, глупая, мошенническая, трусливая война в Ираке, «Бестолковый президент-ребёнок» и так далее. Вопрос правды и вымысла остаётся актуальным как никогда, как мы уже сказали, в господствующей эпохе постправды. Коммуникация в общественно-политической и медиасферах может трактоваться с разных позиций и восприниматься абсолютно по-разному. Результат нашей работы показывает, что для изучения гонзотекста необходимо применять междисциплионарный подход. Мы переходим к выводу, что любой документальный материал может быть представлен в крайне субъективной манере, и специфическая интерпретация не умешает воспринимать его как факт истории. Используемые журналистам техники придают особое значение тексту документа, дополняя его новыми смыслями. Представляя сущность подпосылки возникновения такого понятия как постправда, при анализе медиасферистического текста важно учитывать ту специфику, которая обладает гонзотекст в частности. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересно, Ольга Ровертовна. Коллеги, спасибо огромное, очень ценно. Как мы поступим с вопросами? Может быть, мы будем задавать вопросы в чате, пока идут выступления, чтобы никого не обидеть, не расстроить, особенно тех, кто ждет своего выступления? Или есть какой-то насущный вопрос, который нужно задать? Виктория Олеговна, вы хотели? Да, может быть, короткий вопрос. Короткий, очень. Да, пожалуйста. Ольга Ровертовна, я благодарю вас за эту замечательную тему. Гонзотекст и гонзожурналистика, она входит в такую сферу интересную, которая называется инфотеймент. И как вы полагаете, насколько именно в этой сфере гонзотекста проявляется сочетание информирования и развлечения? Что здесь доминирует на основе материала, который вы исследовали? Спасибо большое за вопрос. Очень интересно. Это дает пищу для размышления, конечно, и инфотеймент. Скорее всего, здесь сочетание этих приемов опять-таки происходит. Но сказать, что, скорее всего, это вызов существующей реальности больше. Потому что, если брать именно гонзотексты данного автора, то это вызов, это противопоставление тому, что существует, а контркультурная направленность в меньшей степени развлечения. Спасибо большое, коллеги. Если есть еще вопросы, вы можете продолжать их задавать Ольге Робертовне в чате. Я просто волнуюсь за тех, кому еще предстоит выступить. И предоставляю слово Петуховой Татьяне Ивановне и Хомяковой Елизавете Георгиевне, которые представляют Санкт-Петербургский государственный университет с докладом на тему «Антропоцентрические аспекты англоязычного искусствоведческого дискурса в межкультурном парадигме исследований». Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Хорошо ли меня слышно? Да, все хорошо. Спасибо. Наше исследование выполнено при финансовой поддержке РФПИ в рамках научного проекта. Название вы можете также видеть на экране. В современном мире в условиях нестабильности и противоречий, вызванных различными экономическими и политическими факторами. Искусствоведческий дискурс, на наш взгляд, призван играть особую роль в поддержании контактов между различными культурами и развития диалога между их представителями в целях достижения лучшего взаимопонимания, формирования общечеловеческих ценностей и интеграции мирового культурного наследия. Целью нашего доклада является рассмотрение антропоцентрических параметров англоязычного искусствоведческого дискурса, посвященному советскому изобразительному искусству 50-60-х годов XX века. Как известно, изобразительное искусство соцреализма неоднозначно оценивается зарубежными экспертами и большую роль при этом играет отрицательная оценка того социального и политического контекста, в условиях которого создавали свои произведения советские художники. Вместе с тем стоит отметить, что ряд британских и американских исследователей репрезентируют положительную оценку творчества советских художников и формируют новое дискурсивное знание о данном периоде русского изобразительного искусства, которое и транслируется мировому культурному сообществу. Антропоцентрический подход к исследованию языка, обусловленный характером познавательной деятельности человека, подробно рассматривается в работах современных лингвистов. Алифтин Ивановна Варшавская, Елизавета Ведникова-Миковой, а также в коллективной монографии «Антропоцентрический характер языка». Согласно исследованиям Оксаны Валерьевны Магировской, в рамках дискурсивной деятельности субъект познания представлен в языке в двух основных формах своего проявления. Первое – это субъект дискурсивного знания, и второе – субъект дискурсивной организации знаний. Являясь субъектом дискурсивного знания, подмечает ученый, субъект познания осознает и выделяет себя в качестве индивида, имеющего собственное мнение и оперирующего собственной системой знаний. В качестве субъекта дискурсивной организации знаний Субъект познания конструирует дискурс, обеспечивая его целостность, связанность и информативную объемность. Анализ антропоцентрических параметров англоязычного искусствоведческого текста, посвященного творчеству советских художников, позволяет выявить особенности языковой репрезентации в нем субъекта дискурсивного знания. На слайде вы можете видеть фрагмент текста, автором которого является американский искусствовед Вернс Венсен, признанный на данный момент эксперт в области изобразительного искусства в соцреализме. Антропоцентрический характер данного фрагмента текста актуализируется в представленности на языковом уровне субъекта познания, как субъекта дискурсивного знания, о чем свидетельствует использование лексических единиц, содержащих в своей семантике значения восприятия, знания, исследования, knowledge, perception, explorer, выражений, передающих специфику познавательного процесса, сравнительных конструкций, объективирующих оценку. Passionate Devontine – так характеризует себя автор, американский искусствовед. Автор текста, а это очерк о Ленинградской школе живописи, указывает также на свою принадлежность другой культуре, что актуализируется в противопоставлении лексием «insider», «outsider». Традиционно принятое в западном социуме отрицательное отношение к советскому искусству зачастую противопоставляется точки зрения автора текста, как субъекта познания, который формирует новое, отличное стереотипное профессиональное знание. Значимую роль в репрезентации субъекта дискурсивного знания играют лексические единицы, объективирующие оценку и эмоции. Вы можете видеть на слайде фрагмент текста, автором которого является Андрея Руснок. Это фрагмент из ее монографии, посвященный живописи соцреализма. Автор текста, как субъект познания в данном случае на языковом уровне, представлен менее эксплицитно при помощи пассивной конструкции и репрезентирует свою оценку эмоционально нейтрально. В то же время оценка может носить яркий эмоционально маркированный характер. Так, Бернс Венсен, ознакомившись в середине 20 века с работами советских художников, в частности с этюдами Владимира Ильича Некрасова, московского художника, дает нам эмоционально маркированную оценку творчества советского мастера. И мы видим, что в данном фрагменте текста актуализируется дискурсивное знание, которое носит характер очень личного, глубоко переживаемого и несомненно значимого для его носителя, который воспринимает картины художника как знак судьбы, определивший дальнейшую профессиональную деятельность эксперта. Мы видим лексические единицы, которые номинируют и описывают эмоции. Антропоцентризм искусствовического текста актуализируется и на другом уровне, на уровне объективации художественного образа. Поскольку в советской живописи преобладало изображение людей, то современный англоязычный текст часто характеризуется ценностной когнитивной доминантой, которая реконструируется на основе анализа используемых искусствоведом языковых средств, репрезентирующих транслируемую живописью соцреализма социокультурные ценности. Так, в примере, который представлен на слайде, Вернс Венсен, давая положительную оценку творчеству советских художников, эксплицирует для рецепиента главную ценность, транслируемую их произведениями. В незатейливых, на первый взгляд, сюжетах предстает жизнь простого человека во всех ее проявлениях. Сопровождается текст картинами советских художников Анатолия Павловича Левитина, Алексея Павловича Белых. Языковые единицы, репрезентирующие эмоциональное отношение автора искусствоведческого текста к художественному образу, могут отсутствовать в тексте, но сам способ представления информации, который служит своеобразным фоном для эмоционального восприятия основного фокусного объекта изображения, способствует формированию эмпатии у рецепиента. Это можно увидеть в описании картины Гелия Коржова «Мать», которая дает в своем очерке британский эксперт Рена Лаверин. Субъект познания, как субъект дискурсивного знания, актуализируется использованием лексики с модальными значениями, наречием оценочной семантики. А вот субъект дискурсивной организации знаний актуализируется также в тексте, как на уровне структурирования сегментов дискурса в соответствии с интенциями автора. В очерке «The Female Role in Soviet Society» Рена Лаверин последовательно на вербальном уровне репрезентирует многоаспектность образа советской женщины, которая находит объективацию в творчестве русских художников соцреализма. Таким образом, мы можем сказать, что англоязычный искусторический дискурс, посвященный советскому изобразительному искусству, носит антропоцентрический характер. Актуализация на языковом уровне деятельности субъекта дискурсивного знания достигается путем использования предикатов перцептивной ментальной деятельности, средств субъективной модальности сравнительных конструкций, оценочных, эмоционально окрашенных лексических видений. И в целом, современный англоязычный искусторический дискурс, посвященный советскому искусству, характеризуется тем, что в нем объективируется противопоставление традиционно принятой в западном социуме отрицательной оценки и точки зрения автора текста как субъекта познания, который формирует новое отличие от стереотипного профессионального знания. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Так интересно было слушать именно об искусстве из культурной столицы России. Это, конечно, безусловно, связано с нашими впечатлениями, представлением в Эрмитаже и других хранителях культурного наследия. У нас тоже проходят постоянные сессии с американскими профессорами, которые рекомендуют искусствоведческую англоязычную литературу. И там именно этот дискурс мы видим постоянно. И постоянно мы видим их удивление. Почему Владимир Ильич Ленин изображен в буржуазной обстановке, спокойно сидящем в горках. А почему он не на броневике с матросами? То есть это постоянный дискурс, который у нас происходит с нашими студентами при ознакомстве именно с советским искусством. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, можно один, наверное, устно обсудить. И Ольгу Робертовну, я вижу здесь, которая задает вопрос, Екатерине Сергеевне. Коллеги, обращайте внимание на чат. Я думаю, что дискуссию параллельно можно вести в чате. Если есть вопрос, мы можем один озвучить, наверное, сейчас. Если не назрело вопросов к этому моменту, то, пожалуйста, задавайте и отвечайте в чате. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, что в чате тоже идет дискуссия. У меня вопрос. Подключилась ли к нам Анна Михайловна Плотникова из Уральского федерального университета? Наверное, так и не удалось подключиться по каким-то техническим причинам. И тогда мы переходим к докладчику, заявленному под номером 8, к докладчикам. Хомутова Тамара Николаевна и Денисенко Марина Георгиевна, которые представляют Южноуральский государственный университет, Национальный исследовательский университет, с темой доклада «Туристический дискурс. Интегральный подход». Пожалуйста, коллеги. Добрый день, здравствуйте. Видно ли меня? Да, все хорошо, вас видно. Так, скажите, видно ли презентацию? Да, все есть, пожалуйста. Так, еще раз добрый день. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Туристический дискурс. Интегральный подход». Следует сразу отметить, что в нашем докладе мы рассматриваем теоретические аспекты проблемы туристического дискурса в рамках современной парадигмы изучения языка. В эпоху глобализации растущих межкультурных контактов по вопросам развития индустрии туризма уделяется все больше внимания. Особую важность эти вопросы приобретают в лингвистике, где проблема туристического дискурса не имеет целостной интерпретации, поскольку исследовалось фрагментарно в рамках различных парадигм научного знания и, как правило, на материале какого-то одного языка. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью теоретического оснащения сложной многоаспектной природы туристического дискурса в руссо-современной интегральной парадигмы изучения языка. Основной целью исследования является разработка теоретических основ интегрального подхода к решению проблемы туристического дискурса, обоснование понятия туристического дискурса как интегрального разъюточного объекта и создание его интегральной метамодели. Турористический дискурс стал объектом пристального лингвистического исследования с начала 21 века и исследование проводится в рамках различных подходов, в том числе в рамках лингво-статистического подхода, лингво-прагматического, лингво-культурологического, лингво-когнитивного, психолингвистического и лингво-дидактического. Существуют различные точки зрения по вопросу определения типологического статуса туристического дискурса, так Филатов определяет туристический дискурс как речевую деятельность на тему путешествия и соответствующую ей совокупность текстов, как особый вид институционального дискурса, который выделяется на основе следующих критерий. Специфическая локализация коммуникативного события, особый состав участников, наличие у них характерных целей и стратегий, особый ключевой концепт путешествия, специфическое содержательное наполнение речи, существование характерных мыслительных процедур, ходов и сутходов. Михайлов считает, что туристический дискурс – это самостоятельный вид дискурса, обладающий способностью взаимодействовать с другими типами дискурса, например, бытовым, научным, рекламным и так далее. Признавая важность и фундаментальность предпринятых исследований туристического дискурса, мы отмечаем, что сущность туристического дискурса не исчерпывается отдельными типологическими, трагматическими, лингвистическими, культурологическими, когнитивными и другими аспектами. В современной интегральной парадигме изучения языка туристический дискурс предстает перед нами как целостный объект и должен исследоваться с позиции интегральной лингвистики. Интегральная лингвистика позволяет рассматривать любой лингвистический объект как интегральную совокупность взаимосвязанных, взаимообословленных единиц четырех секторов когнитивного, языкового, культурного и социального, актуализированных в процессе коммуникативной деятельности. В таком ракурсе туристический дискурс представляет собой интегральный рассветочный феномен, процесс сопряжения коммуникативной деятельности представителей разных социумов, в ходе которого вербализуются фрагменты знания, языка, национальной культуры и социального пространства, связанные с определенным локусом в их глобальном единстве и взаимообословленности, и происходит управление неречевой деятельностью коммуникаций. Разработанная нами интегральная метамодель туристического дискурса представляет собой разложенный тетрайдер, где каждая из сторон соприкасается гранями с людьми сторонами. Без какой-либо стороны невозможно сложить тетрайдер, как невозможно представить сложную многоаспектную природу туристического дискурса без одного из секторов. Сложив тетрайдер, мы получаем объемную модель. Коммуникативная деятельность пронизывает все пространство от вершины до основания пирамиды, связывая единицы всех секторов поединок. В когнитивном секторе туристический дискурс представляет собой фрагмент знания определенной предметной области. Декларативное знание туристического дискурса в широком смысле – это знание предметной области путешествия, которое состоит из отдельных концептов, объединенных темой, тематические разделы и области в зависимости от вида туризма. Процедурное знание находит свое выражение в виде макро-структуры дискурса, которое обусповлено его пистолистической ситуацией, например, проблемой решения, общей, частной и так далее. В социальном секторе туристический дискурс – это фрагмент социального пространства, социальная ситуация, структурируемость с помощью особых правил социального поведения, за которыми стоит в ней речевая деятельность. Единицами социального сектора являются социальные концепты, такие как участники коммуникации, например, туристы и работники сферы туризма, а также типичные социальные структуры коммуникации, такие как жанр и стиль. В культурном секторе туристический дискурс представляет собой фрагмент культуры того народа и страны, куда осуществляется путешествие, и культуры той страны, откуда родом туристы. Эти фрагменты могут совпадать и не совпадать. Культурный сектор базируется на культурных ценностях народа, его отношениях к природе, времени, пространства, власти, общения и так далее. В языковом секторе туристический дискурс является фрагментом языка, в котором с помощью языковых средств и категорий репрезентируются знания, культурные ценности, социальные действия и коммуникативный установок. Основным репрезентатом туристического дискурса является туристический текст, как предметно-знаковая модель дискурса, единица которого актуализируется в процессе коммуникации. Коммуникативная составляющая туристического дискурса представляет собой набор коммуникативных целей и стратегий, которые обусловлены типом туристического дискурса. Например, кроме информационной цели, это просветительская и эстетическая для дискурса интеллектуального туризма, оздоровительная для медицинского туризма, образовательная для образовательного туризма. Особый интерес представляет изучение корреляции коммуникативных стратегий туристического дискурса с единицами четырех его секторов. На слайде представлена объемная метамодель туристического дискурса. Она представлена в виде сложного детрайдера, в котором все грани и стороны взаимосвязаны и взаимозависимы, а коммуникативная деятельность пронизывает внутреннее пространство модели, актуализируя все единицы туристического дискурса. Таким образом, интегральный подход позволил нам рассматривать туристический дискурс, интегральный рассредоточенный феномен, процесс сопряжения коммуникативных деятельностей представителей разных социумов, в ходе которого вербализуются фрагменты знания, языка, национальной культуры, социального пространства, связанные с определенным локусом, в их глобальном единстве и взаимогустованности, и происходит управление речевой деятельностью коммуникантов. Разработка типологии туристического дискурса, наполнение интегральной метамодели конкретным содержанием в зависимости от типа туристического дискурса, а также одновременное отслеживание корреляций единиц всех секторов интегральной модели являются перспективными направлениями интегральных исследований. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Спасибо большое, Марина Георгиевна. Скажите, пожалуйста, ваши приведенные определения дискурса, кто автор этих определений? Они такие сложные? Сложный автор этих определений – это мой научный руководитель Хамукова Тамара Николаевна. Она также присутствует на конференции. Я думаю, она может лучше даже ответить на эти вопросы. Многоаспектные, сложные, комплексные понятия. И очень интересно, как через тетрайдер определяете медиадискурс. Спасибо большое. Какие-то еще вопросы есть у коллег? У меня не вопрос о комментариях. Вот эту модель, этот тетрайдер разработала сама Марина Георгиевна. Это ее идея, это ее концепция. Что касается сложных определений, могу сказать, поскольку подход интегральный и старается охватить несколько различных аспектов дискурса, то, естественно, что и определения должны включать все вот эти аспекты по возможности. Спасибо большое, Тамара Николаевна. Мне просто хотелось, чтобы прозвучал автор этого определения. Очень хотелось. Спасибо вам. Еще вопрос можно? Конечно. Спасибо вам за очень интересный, конечно, доклад. Это подход с теоретических позиций. А если мы вернемся к докладу Энди Филита, который заявил о том, что для того, чтобы изучать... Нет необходимости изучать английский для специальности, а достаточно общего языка для... Да, это так прозвучало. Так вот, у меня вопрос заключается именно в этом. Что вы рекомендуете, каким образом изучать язык для того, чтобы ответить на все вопросы, теоретические, которые вы поставили? Ну, в первую очередь, нужно помнить о культурной грамотности. Необходимо развивать культурную грамотность. И если мы говорим об изучении иностранных языков, то это должно быть изучение культуры в первую очередь. Можно комментарий тоже? Вы позволите? Да, конечно, конечно, коллега. Мне кажется, хотя это и тетрайдер, все равно это геометрическая фигура. Там более вот эти все, как сказать, оттенки и языковые, и коммуникативные, и стратегические, они немножко исчезают. То, что идет в импликатуре, вам не кажется? Или я немножечко это как бы свела тоже к схеме ваш доклад? Он очень структурно-грамматический в языковом своем воплощении, нет? Как сфера изучения? Ну, возможно, да. Спасибо большое за ваш комментарий. Надо нам подумать над этим вопросом. Ну, там всем нам нужно подумать, я думаю, это такой общий нам укол. Да, очень много теперь размышлений появляется. Да, да, конечно, просто я так прореагировала по поводу докладчика пленарного заседания, который сегодня сейчас тоже упоминался. Я тоже его слушала, и очень интересно, там действительно была дискуссия, наверное, все присутствующие слушали, да, про General English, да, и следует ли, насколько я вот зафиксировала себе, Do you agree that General English is the basis and the rest is just an addition? И ответ был нет. То есть это не основа General English, да, там, по-моему, какая-то такая дискуссия была более такая многоаспектная, да, если я правильно запомнила. То есть в деталях важное, не важное, где размываются вот эти специфические черты, а в деталях вот эта индивидуальность, и она будет и языковая, и регистрная, и личностная. То, что нам сейчас очень важно, что для каждого человека его личность. Да, 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 я тоже так же уловила. Я тоже так же услышала, что вот эти детали специализации, practical purposes, да, практические вот эти вот потребности студентов он акцентировал. Да, да. Мне так показалось, нет, коллеги? Да, да. Вот, мне кажется, просто очень интересно, действительно, продолжилась так дискуссия у нас на секции, именно переросла из пленарного заседания. Спасибо большое. В чате я приглашаю продолжить дискуссию, и я, с вашего позволения, предоставлю слово следующему докладчику. Шефер Екатерине Андреевне, Южноуральский государственный университет с докладом на тему «Категоричность-некатегоричность дискурса трудового права как объект интегрального исследования». Пожалуйста, Екатерина Андреевна. Добрый день, уважаемые участники конференции. Слышно ли меня и видно ли меня? Да, слышно, видно. Спасибо большое. Разрешите представить вам доклад на тему «Категоричность-некатегоричность дискурса трудового права как объект интегрального исследования». Мы с вами продолжим тему данного подхода к исследованиям. Категорию «Категоричность-некатегоричность» исследовали как российские, так и зарубежные лингвисты, многие из которых считают, что она существует в оппозиции категоричности и некатегоричности. Является градуальной категорией в тот же момент, поскольку кроме категоричных и некатегоричных высказываний существуют также промежуточные типы, например, скорее нейтральные, скорее категоричные, либо скорее некатегоричные. И вот анализ существующих исследований позволил нам определить основные характеристики категоричности и некатегоричности. Под категоричностью мы понимаем безапелляционность, чрезмерную уверенность в собственных знаниях, эмоциональную оценку, пренебрежение интересами собеседников и навязывание своей воли собеседнику. Некатегоричность же высказывания мы определяем как неабсолютную достоверность обсуждаемых фактов, неполное владение информацией, некоторую неуверенность, а также осторожность, забота об интересах собеседника и стремление к согласию. Таким образом, содержание категоричности и некатегоричности заключается в выражении уверенности говорящего, воздействии на собеседника, выражении эмоциональной оценки. А некатегоричность выражается в соблюдении принципа вежливости, в учете интересов собеседника, в установке границ ответственности, неуверенности в точности высказывания, а также в субъективной оценке. И как показал наш анализ, указанные выше подходы посвящены, например, только одному или двум аспектам исследуемой категории. И выполнены материали английского, немецкого или русского языков, что дает нам неполное представление о данной категории. Исследовательный интегральный характер современной парадигмы изучения языка требует использования новых интегральных методов исследований, одним из которых является интегральный подход к языковым объектам, разработанным Тамарой Николаевной Хомутовой. И такой подход соответствует современной многополюсной парадигме изучения языка и представляется оптимальным для исследования языковых объектов, в нашем случае категории категоричности и некатегоричности. Категория категоричности-некатегоричности в интегральном освещении представляет собой интегральный рассредоточенный объект, совокупность фрагментов знаний, языка, культуры, социального пространства, единицы которых взаимозависимы и взаимообусловлены и актуализируются в процессе коммуникативной деятельности. В когнитивном секторе категоричность-некатегоричность представляет собой фрагмент знания определенной предметной области, которая является достоверным либо вероятностным и с точки зрения говорящего включает также присуппозицию. В языковом же секторе данная категория представлена лексическими, грамматическими, синтаксическими средствами выражения. Культурный сектор представлен культурными ценностями определенной лингвокультуры. Социальный сектор представлен статусно-ролевым положением коммуникантов, выражением оценки через уверенность-неуверенность в достоверности знания объективности либо субъективности оценки, интенсификации либо деинтенсификации оценки и функциональным стилем. И все данные компоненты реализуются в процессе коммуникации. И на сегодняшний день одним из самых востребованных видов дискурса является юридический дискурс. Исследования юридического дискурса, как правило, ограничиваются судебным дискурсом, который не исчерпывает всего многообразования типов юридического дискурса, одним из которых является дискурс трудового права. И вместе с тем контрастивных исследований дискурса трудового права до сих пор не проводилось, в то время как исследование категоричности-некатегоричности источников трудового права на двух языках могло бы выявить универсальные и культурно-специфические особенности языка трудового права. И по мнению Влады Владимировны Ступниковой, разделение правовой сферы деятельности на различные отрасли права определяет типологию юридического дискурса. Типология, основанная на отраслях права, представляется весьма логичной в том, что касается предметного основания. И типы юридического дискурса определяются отраслями права, классификацией которых проводятся по целому ряду оснований. Например, по назначению, который делится на материальные и процессуальные. Материальные представлены конституционным, гражданским, уголовным правом. Процессуальные, уголовно-процессуальные, гражданским, процессуальным правом и другим. Также классификации по предметному единству. На основные это конституционные, гражданско-уголовные и прочие права. И вторичные, например, семейные, выделившиеся из гражданского права, уголовно-исполнительные, выделившиеся из уголовного права. И комплексные отрасли права, например, хозяйственные. Также по регулированию отношений. Они делятся на публичные и частные. При этом каждая из указанных крупных отраслей подразделяется на более мелкие. Например, публичные включают в себя конституционные, административные, муниципальные, уголовные, финансовые, арбитражные, международные. В свою очередь частные подразделяются на гражданское, семейное, банковское, трудовое и другое. И вот трудовое право по определению Румынина – это отрасль права, нормы которой регулируют общественные отношения, складывающиеся между работниками и работодателем по поводу реализации гражданами своих способностей к труду, а также некоторые иные, связанные с этими отношениями. Поэтому на основании типологии юридического дискурса дискурс трудового права можно выделить как тип юридического дискурса, который регулирует общественные отношения между работниками и работодателем в процессе речевой деятельности. И поскольку трудовое право – это одна из отраслей права, которая внешне выражается и существует в виде источников трудового права, можно предположить, что типология и жанр дискурса трудового права сводится к классификации источников трудового права. Объектом же нашего исследования в дискурсе трудового права является категория категоричности-некатегоричности ввиду неопределенности формулировок закона и других правовых актов, что приводит к непониманию населения соответствующих деяний как преступных. Поскольку юридические документы реализуют частные и общие интересы через язык права, формулировки закона должны быть определенными и однозначными, то есть категоричными и недвусмысленными. И в эпоху глобализации и объединения экономических и социальных процессов вопросы трудового права получают особое значение. Поэтому дальнейшие исследования категоричности-некатегоричности на материале корпусов русскоязычных и англоязычных источников трудового права и построение актуальной интегральной модели категории категоричности-некатегоричности могут определить универсальные и культурно-специфические особенности дискурса трудового права в аспекте категоричности-некатегоричности. Спасибо большое за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Екатерина Андреевна. Вопросы, коллеги, мы можем обсудить кратко. Юридические дискурсы – это очень актуальная тема, безусловно, специфический очень дискурс в любом языке. Мы можем задать вопросы в чате. Обращайте внимание, пожалуйста, на чат. Если появятся к вам вопросы, вы следите и сможете ответить на них тогда, Екатерина Андреевна. Спасибо большое коллегам из Южноуральского государственного университета. Я предоставляю слово следующему докладчику. Я приглашаю Ванечкину Александру Савельевну, которая представляет Московский государственный лингвистический университет. с докладом «Репрезентация категории пространства и времени» в дискурсе информационной безопасности. Пожалуйста, Александра Савельевна. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Сейчас я включаю буквально демонстрацию экрана. Одну секунду. Ой-ой-ой, что-то он... Так, вот, все, слава богу, а то я испугалась. Ну, сейчас, пока она будет начинаться сначала, презентация, я пока начну. Хочу сразу... да, вот, в процессе. Итак, прежде всего хочу пояснить, что материалом работы послужила ресурс, может быть, многим из вас знакомых, мы мной рекомендуемы, National Defense. Это сайт, рупор, группор Министерства обороны Соединенных Штатов. И, как мне кажется, он дает прекрасную картину не только с точки зрения политической, доктринной и так далее, но с точки зрения информационной войны, которая происходит в наши дни. И здесь я хочу сразу начать с такого понятия, как информационная безопасность, потому что многие люди очень ошибочно считают, что это ограничивается исключительно кибербезопасностью. И иногда говорят, ну, вы же учите айтишников, например. Я работаю в Институте информационных наук, МГЛУ. Однако это, безусловно, совершенно не так. Так, я немножко буду сокращать по ходу свое выступление, потому что я немножко рассчитывала на более длинное такое, минут на 15. Но я постараюсь уложиться в 10. И я хочу прежде всего сказать, что информационная безопасность представляет собой сложную сферу человеческой деятельности. И она включает в себя как объекты материального, так и нематериального характера и затрагивает различные аспекты общественной жизни – бизнес, политику, технологию, науку и другие. И мы рассматривали в нашем исследовании, рассматриваем дискурс в свете его институциональности, обнаруживая в нем все признаки институционального дискурса. Я не буду их перечислять. Если будут вопросы, я потом в чате отвечу. И я вот хотела бы немножко, единственное, остановиться на участниках вот данного вида дискурса институционального. Участники являются и государства, которые могут в каких-то ситуациях оказываться как противниками, так и союзниками. И, например, союзниками в решении общих вопросов, связанных с информационной безопасностью. И для этого существуют различные площадки, начиная от Международного телекоммуникационного союза, именно Народного союза электросвязи, Всемирные организации интеллектуальной собственности, Интерпола, институты при ООН, ЕС, ШОС и так далее. Также там оказываются участниками коммерческие организации, которые также вовлечены в деятельность напрямую, связанные с вопросами, непосредственно относящимися к информационной безопасности. Это защита информации, принадлежащей третьей лице, законы о персональных данных и так далее. И частные лица здесь также являются полноправными игроками в этой сфере. Причем индивидуум может являться как субъектом, так и объектом в данном коммуникативном пространстве. И отдельно следует ответить тот факт, что распространение сети интернет фактически позволило каждому оказываться в любой из ролей. Например, покупая товары в интернет-магазине или обращаясь за какой-либо услугой, человек должен подписать согласие на обработку персональных данных. Размещая пост в социальных сетях, он принимает решение, кому может быть доступна данная публикация. В своих высказываниях пользователь может выражать политическую позицию, он может призывать к действию, влиять в определенной мере на политику, а также на вопросы государственного значения, становясь таким образом субъектом информационной безопасности. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие информационно-коммуникационных технологий фактически сняло монополию государства и крупных корпораций в этой сфере, которая обеспечивалась наличием и доступом технологий и доступом к информационному полю. Схематически коммуникативное информационное пространство можно представить как поле, в котором находятся как крупные, так и мелкие игроки, которые могут объединяться в сообщества, в соответствии со своими интересами, оказывая влияние, изменяя информационное пространство. Дискурс сферы информационной безопасности в значительной степени основывается на концептосфере военного дискурса, опираясь на военную метафору и заимствовая терминологию из военного дискурса. Эксперты в данной сфере рассматривают взаимодействие как информационную войну, information war, которая разворачивается в киберпространстве, cyberspace, и которая по сути является полем боя, battlefield, в информационной среде, в information environment, с помощью информационного оружия, information warfare. И стороны конфликта применяют тактики нападения и защиты, а предметом конфликта является информация. Вот пространство, концептосфера пространства информационной безопасности может быть приблизительно представлена такой схемой. Как видно из рисунка, противоборство осуществляется между сторонами конфликта, которые применяют как стратегии защиты, так и нападения посредством информационного оружия, где информация является предметом конфликта, а местом противоборства, то есть полем боя, является информационная среда целым и киберпространство в частности. В этой связи отдельный интерес для исследования представляет рассмотрение факторов, влияющих на ее формирование. Однако рассмотрение пространства невозможно без рассмотрения категории времени и реализации этих двух элементов в данном виде дискурса. Пространство и время, безусловно, являются двумя универсальными формами бытия материи. Единство и пространственно-временных отношений описано в различных областях знаний, физики, философии, филологии. И пространство и время относятся к категории абстракции, которые являются определяющими параметрами существования мира и основополагающими формами человеческого опыта. Понятие пространства является фундаментальным для человеческого мышления и отображает множественный характер существования мира. Под множественностью мы понимаем, что мы понимаем различные предметы, объекты, данные, которые существуют в сознании и воспринимаются одновременно, формируя сложный пространственный образ мира. Данный сложный комплекс является необходимым условием ориентации для деятельности человека. И вот здесь я хотела бы показать два определения, я не буду их зачитывать, они перед глазами, которые, как трактуется пространство в русской и в англоязычной лингвокультуре. Когнитивное пространство в свою очередь представляет собой ментальную среду, в которой происходит переработка и хранение в категоризированном виде интериоризированных значений, полученных в результате познания. И результат познания заключается в формировании ментальных структур, то есть концепта. Эти концепты базируются на вот как раз очень интересный момент, что в русском языке все-таки слово пространство, в английском, и я сейчас об этом остановлюсь, мы будем говорить и о space, и об environment. Осталось немного. Да, хорошо. И вот я бы хотела бы сразу показать пример, обращаю внимание на то, что в данном примере вот у нас at one point or another передает время, значение времени через пространственное восприятие. Далее я хотела бы обратить внимание на environment, и здесь мы говорим о тех технологиях, которые формируют, а также сетях, которые формируют пространство информационного поля. И когда мы говорим о примерах, мы говорим и о видении того, что пространство рассчитывается как единая местность, как то физическое восприятие этого поля. И буквально два слова о времени, потому что, конечно, здесь мы видим очень большое интересные примеры о том, что скорость является преимущественным показателем современного темпоральных характеристик. Именно она формирует видение времени, которое существует у рецепиентов. И второй характеристикой, очень важной, является технологии, которые меняются постоянно. И фактически, когда мы говорим диск или называем какой-то гаджет, мы фактически описываем временной период, когда он использовался. Если мы говорим про дискетку, мы сразу с вами понимаем, что это было 90-го, начало 2000-х. Таким образом, скорость развития и трансфер, который происходит внутри пространства информационной безопасности, фактически придает нашему ощущению реальности новое ускорение и новое измерение, где мы оказываемся фактически путешественниками и внутри новых технологий. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу или так, или в чате. Спасибо большое. Спасибо, Александра Савельевна. Действительно, факторы времени и пространства – это то, чем я тоже занимаюсь. Я об этом тоже говорила. Меня в данном случае очень интересует вопрос. Я где-то от юристов такое услышала. Они очень волнуются, когда говорят про цифровизацию киберпространства и безопасность правовую в киберпространстве. Говорят о том, что фактор пространства сейчас утрачивается. И приводят там 5 или 6 пунктов, что железо условно может находиться в одной стране, пользователь зарегистрирован в другой и так далее. А облако в третьей, а сайс в четвертой. И совершенно невозможно отследить в этом плане правовую цифровую безопасность и развитие искусственного интеллекта. Как вы к этому относитесь? Это действительно абсолютно верно. И, как я говорила, пространство информационной безопасности – это история очень… Это и юридические аспекты, и экономические. И вот этот принцип Земли, который существует, где кошелек украли, там мы и расследуем это преступление. Здесь не работает. И это, кстати, имеет свое выражение в языке. Потому что фактически мы… Что мы видим метафорически? Это моментальное перемещение между точками. То есть мы опять говорим о времени и пространстве как единой характеристики, как в едином комплексе, который как раз и отражает вот этот вот феномен единого… Единого вот слова environment, да, английского. То есть то, где мы все находимся. И фактически я бы хотела еще сказать, это отдельное вообще интересное исследование можно проделать. Это соотношение реального и виртуального пространства. Причем под виртуальным пространством я имею в виду не только киберпространство, но информационное пространство в целом. Спасибо большое. Спасибо. Можно очень быстренько? Да-да-да. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень было интересно. И хотела бы вас спросить, а когда мы говорим про военные метафоры, вы как-то использовали, возможно, Джоджа Лаков и его учения о концептуальной метафоре? Да? Конечно. Ну, просто форма доклада сегодня действительно очень… Это исследование выйдет как часть монографии авторской. И там будет все более подробно. Я просто хочу сказать, что здесь абсолютно все построено на метафоре, на когнитивном подходе. Но я сразу отмечаю, что когда я говорю военная метафора, это касалось того, что я представляла сегодня. Мы здесь будем говорить и о юридическом… Когда мы говорим об пространстве информационной безопасности, мы говорим о юридическом дискурсе, мы говорим о военном дискурсе, мы говорим об экономическом дискурсе. То есть мы имеем институциональный дискурс в его самом сложном сочетаемости элементов. Поэтому… Безусловно, конечно, да. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Я всех благодарю. Мы идем по графику. У нас осталось 20 минут, и это как раз два доклада. Мы молодцы. Мы выдерживаем график. Мы вышли на те параметры и показатели, которые от нас требуются. И я с удовольствием предоставляю слово следующему докладчику, Рыковой Ольге Викторовне, которая представляет Челябинский государственный университет с докладом «Медиафрейминг социальных проблем города» на материале общенациональных печатных изданий Великобритании. Пожалуйста, Ольга Викторовна. Ольга Викторовна была подключена. Так, Ольга Викторовна, вы нас слышите? Так, может быть, по каким-то техническим причинам пришлось отключиться? Вроде бы она есть, подключена, просто не реагирует. Не реагирует, да? Не слышит нас, наверное? Я попросила включить звук, пока не реакции нет. У нас есть альтернатива. Мы можем пока передать слово еще одному докладчику, да? Настасье Михайловне здесь, да? Я вижу, задавала вопрос. Может быть, позволение, коллеги, мы тогда, чтобы не терять драгоценное время, драгоценные минуты, тогда предоставим слово Брицыной Настасе Михайловне. Насколько я понимаю, Дмитрий Николаевич Новиков сейчас ведет другую секцию параллельно, да? Да, да, да. И вы будете озвучивать ваш доклад на тему лингвокогнитивной и прагматической особенности моделирования исторического события в англоязычном и русскоязычном академическом дискурсе на примере Карибского кризиса. Пожалуйста, Настасья Михайловна. Да, скажите, пожалуйста, все видно, да, сейчас? Спасибо большое за предоставленное слово. Да, сегодня хотелось бы поговорить именно о моделировании исторического события. И я объясню, во-первых, почему мы делаем фокус на историческом событии вдруг, да, почему мы вообще должны сегодня думать и об историческом дискурсе, который вроде бы очень узкоспециализированный, это просто учебники истории, это просто выступления историков, которые мы можем потом прочитать в брошюрах и так далее, и в книгах. Но дело в том, что хотелось бы также отметить и напомнить, что, в частности, да, несколько лет назад Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой того, чтобы мы создали единый учебник истории для всей страны, да, чтобы школьники учились именно по одному учебнику. Ну, не по одному, а, допустим, их будет несколько, но у них будет единая концепция, так, чтобы история была изложена одним и тем же языком. И более того, совсем уже недавно, в 2020 году, даже в Следственном комитете, как вы можете увидеть, был создан специальный комитет по борьбе с фальсификацией истории. То есть, конечно, это свидетельствует о том, что история сейчас совсем не перестает быть актуальным вопросом, и, конечно, нам, как лингвистам, хочется разобраться то, о чем здесь можно говорить, и почему вообще история, собственно, может как-то использоваться, возможно, в каких-то других целях, кроме образовательных. А здесь еще хотелось бы, наверное, сконцентрироваться на понятии, почему моделирование историческое событие, почему мы выбрали именно этот термин. Вы, наверное, уже догадываетесь, что мы исходим из конструктивистского подхода, согласно которому язык это активное конструирование действительности, то есть мы основывались на учении таких философов, лингвистов и биологов, кстати говоря, как Матурана, Лаков, Джонсон, Кравченко, Архипов, которые заявляют о том, что язык — это постоянный активный поток тех когнитивных взаимодействий людей, которые постоянно нас ориентируют в пространстве. И, конечно, в зависимости, и, конечно, основываясь на это, мы можем предположить, что и исторический дискурс, каким бы объективным он ни был, как бы историк не пытался основываться лишь на фактах, на самом деле история, которую он излагает, это тоже его когнитивный ментальный продукт, который проходит обработку лингвистическую, то есть обработку языком, потому что мы, собственно, понимаем, что язык — это не только средство, это и образ жизни. Мы живем в языке, и мы в реальности, мы в языке реальность, в том числе историческую реальность, конечно, создаем. Ну и Карибский кризис был, конечно, выбран не случайно. Мы понимаем, что Карибский кризис — это момент столкновения двух очень важных держав, те державы, которые для нас сейчас также важны США по понятным причинам, мы уже сегодня обсуждали, какое место занимает США сейчас на глобальной арене, но для нас, собственно, Советский Союз и Россия остаются по-прежнему важными странами, хотя бы потому, что мы носители этого русского языка, и нам важно вообще, чем живут же, и как же думают русские историки, и что читают русские студенты, и русские школьники в истории. И, собственно, материалом нашего исследования был, собственно, то, что говорят британские, американские историки и российские историки. Мы исследовали учебники, также документы американского, британского, российского исторического общества. И, наконец, к чему мы, в общем-то, пришли. В первую очередь, стоит обратить внимание на само название. Мы видим, что у нас даже названия немножко разные. Мы в нашем названии, в русскоязычном, делаем акцент не на самом событии скорее, сколько на самом регионе Карибского бассейна, и у нас действительно историография больше внимания уделяет политике США в этом регионе, в Карибском регионе, потому что мы больше говорили про то, как США вели себя в этом регионе, в то время, как американские дискурсы, конечно, внимание уделяют именно тому, что это Карибский ракетный кризис. Почему? И именно Кубинский. Во-первых, Куба была очень, и сейчас находится очень близко, естественно, к США, и если вдруг конфликт происходит на территории Кубы, то для жителей США это явная угроза вообще к их существованию, и поэтому мы здесь, кстати, тоже можем сказать, что это событие очень эмоциональное, и, кстати, дискурс, американский дискурс подтверждает, что это событие более близкое, более прочувствованное американским обществом и английским, не нашим. У нас больше клише, собственно, о чем свидетельствуют наши результаты исследований, у нас больше клише, а у англо-американского дискурса, в англо-американском дискурсе гораздо больше метафор, гораздо больше, конечно, таких очень сложных метальных конструктов, я сейчас их продемонстрирую. Хотя у нас есть, конечно, и общее. То, что действительно у нас было общее, мы действительно видели это событие, как событие с использованием концептуальной метафоры контейнера, а именно нарушение этого контейнера, на грани. У нас повсюду в русскоязычном дискурсе можно найти вот эту метафору, как мы были на грани Третьей мировой войны, на волоске от гибели, на волоске янгерного Армагеддона, и, кстати, в англо-американском дискурсе мы тоже можем это увидеть, вот этот вот on the brink, on the verge of, и, конечно, это очень страшная метафора, она страшная и с психологической точки зрения, потому что на когнитивном уровне это актуализирует у нас понятие того, что если мы выходим из контейнера, контейнер на когнитивном уровне это как раз символ безопасности, символ нашего жилища, прибежища, если мы выходим из этого контейнера, мы понимаем, что мы как бы стоим на краю пропасти, и вот-вот что-то случится, но здесь также стоит сказать, что есть еще очень важный пласт метафор, так называемые игровые метафоры, здесь для тех, кто интересуется, я очень советую прочитать Хёйзингу, его труд, посвященный игре, потому что он показывает как раз как игра актуализируется всеми вообще большинством текстов, которые мы видим сейчас, и вот интересно, что Карибский кризис это не исключение, если мы послушаем то, как историки говорят о Карибском кризисе, они действительно формируют вот это представление о Карибском кризисе как об игре, но не как об игре в прямом смысле, как то, во что играют дети, а игре с той точки зрения, что это, во-первых, драма, которая разворачивается, у нее есть определенные участники, которые, что важно, действуют по определенным правилам, потому что это мир внутри мира, и, кроме того, это, здесь можно, конечно, прийти к важным, к разным выводам, но наша гипотеза была в том, что, возможно, даже на когнитивном уровне нам хочется здесь отписывать события в терминах игры, потому что игра позволяет лучше категоризовать мир на своих и чужих, и здесь очень важно, что, особенно в русскоязычном дискурсе, эта оппозиция была очень явная с использованием наших этих очень часто используемых местоимений, да, мы, они, да, или просто американцы, вот это просто общее родовое понятие, субъект, который неопределенный, он стоит по иную сторону, и которому мы не доверяем, вот американцы, вот мы демонтировали ракеты, вы можете увидеть, например, а американцы сняли блокаду, да, мы отвечаем на угрозу и нас назначают виноватыми, вот это, это специальная, известная, да, такая стратегия контрастивного анализа, которая применяется в политическом дискурсе, она на самом деле применяется не только в политическом, но и историческом дискурсе, да, и среди ученых, что интересно, ну, и, конечно, мы можем видеть, что, по сути, мы категоризуем мир по-разному, потому что в англо-американском дискурсе миротворцами действительно объявляются американская страна, да, и все ее представители, в том числе Джон Кеннеди, в то время, как в нашем дискурсе мы берем понятие «миротворец» и мы показываем, что, конечно же, это не так, опять прибегая к стратегии контрастивного анализа, потому что для нас, нам кажется это смешным и непонятным, как же этот Джон Кеннеди мог быть миротворцем, если он нажал на ту самую кнопку «Девкон 2». Ну, и, наконец, один из важных выводов был еще в том, что чем ближе, так сказать, в эмоциональном и историческом плане события к участникам дискурса, тем большую роль играет концепт «правды». Я также исследовала понятие вообще Октябрьской революции, само событие Октябрьской революции, конечно, которое в эмоциональном плане для русскоязычного населения гораздо ближе, и вот там как раз мы уделяли большего внимания концепту «правды». А если мы говорим именно про Карибский кризис, то тут, конечно, этот концепт был освещен именно в англо-американском дискурсе. И обратите внимание, что здесь концепт «правды» рассматривался с точки зрения того, что историкам было важно узнать, где же правильная информация, где же верная информация, в каких документах. И они настолько были одержимы этим вопросом, что они к документам стали относиться как к живым каким-то существам, которые подвергаются, как вы можете сейчас увидеть на слайде, подвергаются различным нападкам, различным жестким действиям, они мучаются эти документы. По сути, просто бумажки, но для историков это версии события, в которых содержится истина. Вот это тот самый концепт «правда», который репрезентируется за счет таких терминов, как documents, archives, tapes и так далее. И, как видите, the security blockades, actual assaults. Потом посмотрите, пожалуйста, на последнее предложение, там, где, собственно, те, кто не давали публиковать сведения о карибском кризисе, они называются вообще такими людьми, которым можно приложить такие прилагательные, как pernicious, то есть тлетворные или даже кощуственные, то есть egregious. То есть мы видим, что эмотивность здесь очень на самом деле высокая, очень высокая аксиологичность, несмотря на то, что, казалось бы, это дискурс именно историков, и мы должны видеть вроде бы объективность, но это есть лишнее подтверждение тому, что язык это действительно активное конструирование реальности, где невозможно убрать субъективную составляющую, потому что каждый раз, когда мы произносим слово, мы моделируем то, что мы хотим сказать, мы не просто воспроизводим реальность, мы ее конструируем с помощью языка и в языке. Ну и, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что на самом деле академические дискурсы, исторические в данном случае, на самом деле очень тесно связаны с дискурсом политическим, вот в силу как раз того, что я объяснила, какие стратегии были задействованы, и здесь хотелось бы отметить, что интересно, что стратегия вот этой оппозиции «я и они», то есть «мы и они» больше использовалась именно в русскоязычном дискурсе, то есть мы воспринимаем это событие как еще один шанс возможно провести для русскоязычного читателя вот эту категоризацию, кто на правильной стороне, кто на неправильной, да, кто за добро, а кто нет, потому что вы можете еще раз посмотреть на некоторые примеры, вот видите, первое предложение «защищая победившую кубинскую революцию», здесь можно вспомнить Лакову уже упоминали, да, вот Джордж Лаков как раз писал о том, что мы воспринимаем иногда политические события как вот это вот сказание о праведной битве, битве добра против зла, и вот как раз русскоязычный дискурс историков воспринимает Карибский кризис как, в общем-то, еще один шанс сказать, кто прав, а кто нет, в то время как для англо-американского дискурса, да, этот вопрос тоже стоит, но более остро там стоит вопрос, где же все-таки правда, и надо больше внимания уделять документам, и поэтому документы у них представляются не только жертвами, но еще чем-то мощным по своему воздействию, вот можете посмотреть, какие метафоры, если вы посмотрите сейчас на слайд, вы увидите, что происходит этот кросс-категориальный перенос из сферы природных явлений, да, потому что документы, они сравниваются с потоком воды, который способен сломить противника, способен кого-то игнорировать, то есть это, с одной стороны, стихийное что-то, с другой стороны, это что-то мощное и даже способное принимать свои решения и так далее, и здесь, конечно, еще раз, чтобы подытожить, хотелось бы особое внимание уделить тому, что на самом деле научный дискурс действительно очень аксиологичен, да, и в связи с этим лингвистам можно и дальше пытаться понять, а какой же у этого прагматический потенциал, а как нам это передавать при переводе, допустим, потому что здесь, конечно, встают вопросы также о переводе, очень, ну, что логично, ну, и, конечно, мы видим, что, собственно, концептуализация этого события в обоих типах дискурсов, она с одной стороны схожа, потому что мы видим схожие метафоры типа на грани или on the verge, да, с другой стороны мы видим, что она противоположна именно из-за того, что мы категоризуем мир по-разному, для нас мы это мы, а они это они, а у них, соответственно, наоборот мы, и они выстраиваются, ну, и, собственно, конечно, еще раз повторю, что в русском было отмечено более часто использование клише писательных конструкций, а это, кстати, очень важно использовать для тех, кто занимается переводом переводоведением, да, а в англоязычном академическом дискурсе была вот как раз наблюдаема более высокая метафоричность и образность, но при этом хотелось бы сказать, Время уже вышло. А, время вышло, да, и сейчас еще раз закончу просто, что все-таки метафоры, которые используются, к ним лингвистам надо относиться с особой внимательностью, потому что многие из них стертые, а мы с вами понимаем, что если они все-таки стертые, это значит, что у них очень мощная прагматический потенциал и значит, что на когнитивном уровне будут возникать какие-то неосознанные ассоциации, которые потом зафиксируются у рецепиента. Спасибо большое за внимание, если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Комментарии у меня есть, можно? Можно? Кратенько. Вы знаете, меня вот что не устраивает, я очень, я была восхищена пленарным заседанием, насколько МГИМО себя позиционировала, потрясающе просто. Вот исследователя, мне кажется, не хватает, вот то, что сделала Анна Вишбицкая, она в одном из вестников анализировала, что Христос не мог никогда использовать концепт злости, потому что он не мог, она Евангелие со своими примитивами лингвистическими анализирует, и получается, что он не мог злиться. Дело в том, что вот этот взгляд на все события, привнося эту метафору, либо войны, либо, вот как бы, те хороши, и эти хороши. А нет ли какого-то более пацифист, как бы, вот исследователь-пацифист, который видит, вот, например, Маркеса, когда спросили в отношении Карибского кризиса, он же поехал к Фиделю Кастро, и он все применил, потому что он был величайшим дипломатом. Вот здесь получается, мне кажется, что сам инструмент исследования дает возможности сразу выявления вот этой жесткой оппозиции око за око. А нельзя ли посмотреть с позиции, что в некоторых ситуациях получается, как бы вот такое мирное разрешение, понимаете? А здесь сам предмет исследования уже нацеливает на эту оппозицию. И там хорошо, и здесь хорошо, и там представили фальшиво, и здесь фальшиво. И вот эта игра хейзинговская, которая уже в постмодернистическом дискурсе, она себя уже и жила, уже все хотят какого-то человечности и романтизма. Вот мне кажется, что немножко вот в данное время нужно изменить вот этот инструмент анализа. Вам не кажется? Понятно? Спасибо большое за комментарий. Да, мне кажется, действительно хочется, в общем, к вам прислушаться, и я к вам прислушаюсь и попробую тоже внести определенные вправки в исследование. Единственное, мне хотелось бы сказать, что, кстати, Хейзинга, по-моему, вполне очень-очень даже человечен, потому что он показывает, что как раз мы просто искажаем игру, она на самом деле не должна никого противопоставлять, это сакральный процесс, и это то, без чего люди не могут существовать. Просто меня это интересует конкретно как лингвиста, зачем люди так часто вообще апеллируют к сфере игры, для чего это нам нужно. Действительно, это пища для размышлений, и если здесь нет речи ни о каком противопоставлении сторон, я буду очень рада. Но дело в том, что Карибский кризис, это все-таки действительно было противостояние двух держав, и нам здесь просто не уйти, мне кажется, от этой перепалки историков, кто все-таки прав, а кто нет. Но я специально обратила ваше внимание на то, что в англоязычном дискурсе сейчас как раз большое внимание уделяется вот этому концепте истины, то есть где же все-таки правда, и поэтому они столько пишут всего о документах самих, столько у них поэтому и различных метафор, как документы, и так далее, как документы сравниваются вообще даже с тем, вы ищете документы, как будто бы вы проходите по пещере и так далее. То есть вот это все не случайно, мне кажется, мы как раз движемся в том направлении, чтобы не противопоставляться друг другу, а именно найти, где же правда. Спасибо большое, Анастасия Михайловна. На ваш вопрос я могу порекомендовать почитать Эрика Берна, «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди». Там очень много интересных ответов на тот вопрос, который вы сегодня озвучили, это классика. Коллеги, нам необходимо подводить итоги нашего заседания, поскольку через три минуты мне ассистент подсказывает, все компьютеры будут перезагружаться для того, чтобы перейти к следующему пункту программы, которая на сегодня намечена. Я хочу от всей души поблагодарить всех участников и всех, кто выступил с докладами, и всех, кто сегодня присоединился. У нас было до 36 присутствующих, которые очень активно задавали вопросы, и мне кажется, очень насыщенная у нас дискуссия получилась. Меня очень радует, что мы успели подискутировать, и не пришлось никому переживать. В конце мы всех выслушали. К сожалению, два докладчика не смогли подключиться. Вот я только сейчас вижу Ольгу, Ольгу Викторовну Рыкову, но вот, к сожалению, в ваше время вы не смогли подключиться к нам. Мне очень жаль. Может быть, мы попросим организаторов как-то на следующий день это перенести. Просто у нас остается три минуты до перезагрузки сессии. Ольга Викторовна, по каким-то техническим моментам, я надеюсь, что наши ассистенты помогут вам выступить. Может быть, на следующий день обычно мы так поступаем. Коллеги, я всех еще раз благодарю за участие. Я надеюсь, что мы встретимся на других мероприятиях конференции Майги и Но и на других лингвистических конференциях и в МГИМО, и в других вузах, и онлайн, и оффлайн, у чего есть и позитивные тоже моменты. Я имею в виду онлайн-дискуссию, когда мы можем подключиться, провести занятия, и опять вернуться к конференции в перерыве. Я должна сейчас проанонсировать следующие мероприятия. У нас сейчас будет 15 минут перерыв по программе, затем в 17.00 начинаются интерактивные семинары, мастер-классы и круглые столы. После этого еще книжная ярмарка, заявленная и нетворкинг. Спасибо большое всем за участие. Очень рада была всех видеть, всех поздравляю с завершением нашего заседания. Увидимся на заседании, возможно, завтра и не только на этой конференции. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.